Началась запись, видеозапись, и это означает, что мы начали наш вебинар. У нас достаточно большое количество участников, 30 человек, немножко меньше, чем обычно, но я думаю, еще подойдут. Сегодня 14 декабря 2022 года, московское время, 16 часов 3 минуты. Начинаем вебинар номер 4, сессии осень-зима 2022 года. Сегодня у нас очень интересный доклад. Я даже подготовил тут речь минут на 5, чтобы пояснить, откуда он взялся и как его надо бы воспринимать, на мой взгляд. Хотя каждый это волен, конечно, делать по-своему. Название такое довольно сложное, поэтому я зачитаю только последние слова. Процесс радиоактивного распада, подверженного исследованию процесса регистрирования интенсивности процесса радиоактивного распада, подверженного внешнему воздействию неэлектромагнитной природы. Каравайкин Александр Викторович. Вот он уже тут мелькал на экранах, и вы его, наверное, и в основном увидели. Но сейчас вы увидите более, так сказать, в течение часа он будет выступать примерно. Теперь, на мой взгляд, о чем этот доклад? Смотрите, вот в этом году каким-то образом, странным образом, даже независимо, собственно, от меня, например, события развиваются каким-то вот в определенной колее, в определенном направлении, и это удивительно. Смотрите, вот в этом году три раза я выступал в связи с различными работами, связанными с регистрацией радиационных процессов в лабораториях, связанных с ЛЕНР, значит, вот низкоэнергетическими ядерными реакторами, в которых работают низкоэнергетические ядерные реакторы. Я выступал весной, потом была на конференции доклад, это было осенью 3-7 октября этого года, и, наконец, вот 30 ноября этого года выступал еще с одним большим докладом, вот в котором, ну, как-то более-менее, по-моему, ясно было рассказано, что мы тут наблюдаем и что мы, о чем мы хотим сказать. Хочу подчеркнуть еще раз, я и тогда это подчеркивал, и сейчас подчеркиваю, что значительную часть в инициации этих работ вложил Александр Львович Шишкин, который вот подвиг, в частности, меня обратить особое внимание на то, что мы же давно видим, какая-то ерунда творится с регистрацией радиационных процессов. Вот, например, по сути дела, 8 лет назад у нас датчик небольшой, дозиметр бытовой, вот мы его в лаборатории так периодически включаем и смотрим. Обычно 12-14 микрорентген в час, вот типичное значение общепринятое, вот. А в нашей лаборатории почему-то, когда мы стали заниматься никель-водородными реакторами, почему-то 6-8 стало, микрорентген в час. Я думал, батарейка села, там что-то такое еще, может быть, контакты какие-то плохие, потому что это же ведь фоновое космическое излучение, по сути дела. Ну и стенки немножко влияют, но в основном это космика. И вот Александр Львович, он все-таки вот заставил понять, что не только в этом дело. Огромное ему спасибо за это. Да, так вот, и мы показали, вот в последнем особенно докладе, который был 30 ноября, что, по-видимому, в лабораториях образуется некая среда, такая неизвестная, мы ее называем темным водородом, можно как-то по-другому называть, которое, я вот это свойство, я все думал, как бы по-простому назвать, чтобы вот, я назову это тушение гамма-квантов, вот по-простому чтобы было, тушение гамма-квантов, можно как-то так или эдак, но как-то же надо назвать. Может быть, потом чуть-чуть по-другому назовем. И хочу обратить внимание, что до того, вот, по крайней мере, в моей, как бы, голове, до вот настоящего времени, до этого года, я выделял три, вот три основных эффекта, связанные с низкоэнергетическими ядерными реакторами. Это, во-первых, трансмутации, образование новых веществ, во-вторых, это выделение дополнительного, неожиданного, дополнительного, значит, бонусного тепла или тепловой энергии. И третий процесс – это образование неизвестных, как я их называю, частиц. Многие их любят называть странные частицы, я их называю неизвестные частицы, которые на поверхностях в лабораториях вокруг реакторов, они, значит, чертят треки или даже прожигают кратеры, как мы их называем. Вот три вот таких вот эффекта. И я бы сказал, что сейчас мы, по-видимому, имеем основание утверждать, что имеется четвертый фактор, очень важный, связанный с этими процессами. Этот фактор, значит, вот это вот тушение рентгеновских или гамма-квантов. Почему рентгеновских или гамма? Потому что мы же в лаборатории, темнее в лаборатории не становится, то есть оптические кванты проходят как было, так и проходят. Ничего не происходит исключительного. А вот рентгеновские гамма-кванты в несколько раз, четыре раза, в два, в три, в четыре, в пять и больше раз почему-то активности источников снижаются в лабораториях. Вот происходит такое мощное тушение. То есть я бы сказал так, что четвертое некоторое свойство, мы можем сейчас более-менее уверенно говорить, что оно связано с этими реакциями. И низкоэнергетическими ядерными реакциями. И волей у судеб оказалось, что этим же процессом, но с другой стороны, уже многие годы, 20 и более лет, пожалуй, занимаются люди, которые связаны с торсионными процессами. И мы на эти торсионные процессы, вот мы, те, кто Ленером занимаемся, мы смотрим немножко так вот, я слово употреблю, осторожно, с осторожностью. Но оказалось, что результаты, которые они получали, люди, которые занимаются похожими вещами в торсионных процессах, вот они регистрируют что-то похожее. И мы сегодня об этом, будет, собственно, об этом доклад. Таким образом, на мой взгляд, устанавливается очень интересная глубокая связь между низкоэнергетическими ядерными реакциями и торсионными процессами. Вот так же, как мы понимаем, что шаровые молнии, по сути дела, это некая боковая ветвь или, может быть, основная, может быть, даже ветвь, вот этих вот процессов, которые мы изучаем. И то же самое, по-видимому, можно сказать, вот и о торсионных процессах, которые тоже, оказывается, связаны с Ленером. Только там они считают, вот люди, о которых вот сейчас вот Каравайкин, Александр Викторович будет об этом рассказывать, они считают, что они неэлектромагнитным образом воздействуют на вещество. Вот как это все происходит и к чему это приводит, сегодня мы послушаем. К тому же, да, ну вот я в свое введение закончил. Я, извините, говорил, к сожалению, больше, чем пять минут. Ну, мне кажется, это важно было. Вот четвертое свойство будем изучать – тушение гамма-квантов. И некоторую вот… Я прошу понять, мы договаривались с Александром Викторовичем, что я обращу внимание слушателей, что он не может все говорить, потому что он связан с разными организациями разнообразными, не только со своей, которые, ну, некоторые свои требования к подаче материалов предъявляют. Поэтому особенно не критикуйте его, если он что-то не очень внятно рассказывает. Кроме того, я прошу всех, кто участвует… Ну, я тут вот вижу контингент, люди этим не занимаются. Но, тем не менее, я скажу, что не нужно сейчас ввести свою запись, только вот моя запись ведется, и не нужно никаких, тем более, устраивать там YouTube-стримов непосредственно вот с нашей вот этой вот передачей. Но я уверен, что вот наш, вот тех, кого я всех же вас знаю, вот этим люди не занимаются. Но за понимание вот этого обстоятельства спасибо. Александр Викторович, я закончил. Пожалуйста, вывешивайте свою презентацию и вам слово. Там как-то поделиться надо, не надо, не забыть, надо нажать. Ничего не происходит, Александр. А, вот, да, происходит. Все, видим, спасибо. Видим вашу презентацию. Спасибо, вам слово. Я включил микрофон, слышно, надеюсь, меня? Да, да, слышно, хорошо слышно. Ну, здравствуйте. Огромное спасибо организаторам за возможность поделиться некоторыми результатами наших инженерных исследований, которые мы называем электромагнитными взаимодействиями и которые своими корнями уходят в Козыревск-Насоновские эксперименты по детектированию плотности времени, во всяком случае в их электротехнические эксперименты. Мне сложно будет сейчас сразу перейти к рассматриваемой теме. Я позволю себе так некоторые отступления, краткое. Конечно, пионером инженерного освоения, настоящего моего повествования, является работа Николая Цанч-Козырев, открывший фактически новый тип взаимодействия в природе. Козыревск-Насоновские исследования является хрестимативным для инженерного направления, которое я представляю. Начало наших исследований восходит к концу 80-х годов прошлого века, когда мы включились в исследование вот этого некого агента, как бы его ни называть, от излучения времени, если следовать Козыреву, через многократно многими предложенные термины, для наиболее подходящего по нашему мнению термина неэлектромагнитных взаимодействий. Существует возможность влияния на энтропию вещества и соответственно разнообразных детекторов, используя канал информации, совершенно неописанной классическим научным естествозванным. На начальном этапе нашего поиска мы использовали классические Козыревские наработки, регистрированные данного вида взаимодействий. Это электросопротивление резисторов с различными температурными коэффициентами. Несколько позже мы начали использовать методы контроля величины добротности высокодобротных кварцевых резинаторов, используем для этих целей соответствующей степени погрешенности измерений. Использовали ткань растительную через регистрирование низкочастотного электросопротивления, которое сильно связано со способностью мембран клеток растений сопротивляться электрическому току, а следовательно характеризует биологическую активность или биологическую энтропию. А энтропия, собственно говоря, то, с чем мы имеем дело, учитывая, что это все информационные процессы, и мне это сейчас предстоит показать. Все эти результаты можно найти по ссылке в моих работах, которые я дал к этому докладу, потому что много, я, конечно, не успею сказать, в отведенный мне час. Уже в начале 90-х годов были предложены модели использования шумовых процессов для регистрирования подобного вида взмодействий. Начало им было положено с использованием плитер шумов электрических, а далее к изучению пришли шумовые процессы радиоактивного распада. Лидерами в нашей стране этого направления являются Шноль и Пархомов. Скажу сразу, что всю регистрирующую часть, которую я сейчас буду представлять, связанную с радиоактивным распадом, она вся разработана, изготовлена Александром Георгиевичем Пархомовым. Это необходимо сразу сказать. В настоящее время для регистрации нейтромагнитных взаимодействий мы используем разработанные нам электротехнические приборы, использующие информационные свойства электричества и способные как излучать в пространство содержащиеся в веществе нейтромагнитный агент, так и поглощать его из пространства, при этом в зоне активности нашего устройства возникает ряд эффектов, вот о которых, об этих эффектах и пойдет речь и дать. Ну, как я сказал, у нас сегодня доклад посвящен детектированию именно шумовых процессов, поэтому следует начать с фликер шумов, электрических шумов. С этого, собственно говоря, и начинались исследования, связанные с шумами. Вот разработаны наши лабораториевые устройства способны оказывать на вещество противоположные по знаку воздействия нейтромагнитной природы, имеющие ярко выраженный информационный характер. Мы сейчас посмотрим, в чем проявляется этот информационный характер. Опираясь на эксперименты, данные исследования, реакции разнообразных используемых рецепторов и следует характеризовать как структурирующие и деструктурирующие. В качестве типичного примера подобного влияния необходимо при следующей графике, которую я сейчас покажу. Обращайте на себя внимание типичные последствия данного вида взаимодействия. Увеличение структурированности рецептора, уменьшение степени хаотичности процесса, выражено снижение разброса регистрируемых данных в дисперсии. Обратное явление деструктурируемого характера сопровождается ростом хаоса в рецепторе, увеличение дисперсии секретирующих параметра. Данные эксперименты проводились с использованием разработки нашей лаборатории устройства НГКВЕР. Первый график, который я хочу привести, он очень старый, ему больше 20 лет. Почему я выбрал именно его? Дело в том, что он эксперимент проходил с участием Пархомова и с использованием его, как он уже тогда называл, шумевого процесса, разработанный Пархомовым на электронистере МП-102. Как я понимаю, к этому человеку в вашем сообществе научное особое отношение и, наверное, то, что было сделано совместно с Пархомовым, у вас будет вызывать больше доверия. Несмотря на то, что тогда у нас еще генераторы работали неустойчиво, тем более мы-то с Пархомовым работали не генератором, а макетом генератора. Несмотря на то, что между обозначенным воздействием вертикальными линиями красного цвета. Вот первое воздействие было структура струклообразующая, второе действие устроено. Вот структулообразующий процесс функционировал некоторое время, потом прекратил этот процесс функционирования. Поэтому, несмотря на то, что он такой некрасивый, тем не менее, я его здесь привожу, видно, что в начальном этапе воздействия уменьшилась дисперсия, ну и как в электромагнитном, так и внеэлектромагнитном смысле. Разрушать легче, чем созидать. Поэтому увеличить энтропию всегда легче, в том числе и в интермагнитном смысле. Поэтому у нас дезорганизация всегда происходила у нас хорошо, и вот даже 20 лет назад видно, насколько возрастает дисперсия при включении устройства в режиме деструктивном, с поглощением некого агента из пространства. Так устроено наше устройство, что у нас состоится из трех узлов. Первый узел это взаимодействие с пространством, либо поглощение с пространством, либо выброс с пространства некоторого агента, электрическая схема возбуждения и устройство хранения информации. В качестве устройства хранения используется обычная металлическая болванка, на которой мы перегоняем это воздействие, либо с которой потом забираем. Очень интересно посмотреть таблицу в усредненном виде данного эксперимента. Первые данные по скорости счета. видно, что при поглощении скорость счета уменьшилась. Это типичная картина, поглощающая все поглощения из пространства некоторого агента. При нахождении в этом пространстве датчиков шумовых процессов наблюдается снижение скорости счета. И наоборот, при излучении увеличения возможно увеличение скорости счета, возможно не увеличение, об этом мы поговорим отдельно, почему-то. Александр Викторович, вот я, поскольку я, может быть, лучше других погружен, но тем не менее тоже ничего не понимаю. Последовательно давайте двинемся вот по этой второй строчке. Давайте слева направо каждую графу подробненько нам объясните, что в ней показано и как нам ее понимать. Вот слева направо. Первая строка. Да. Значит, средняя по участку значение скорости счета. То есть физически это интенсивность процесса. Получатку какому? Получатку гектра или что такое участок? Значит, вернемся назад. Вот участок фона без воздействия. Участок по времени имеется в виду? Да, участок по времени. Потом участок, следующий участок это участок воздействия. за ним следует участок противоположного воздействия поглощения. И потом опять фон. То есть, когда приборы ваши возбуждающие не работают. Да, когда работают. Отключены просто. Просто отключены. Поэтому первое значение. Значит, правильно ли я понимаю, предыдущий рисунок все-таки покажите. Вот. Правильно ли я понимаю, что значит, вы полчаса регистрировали фон, потом примерно значит, где-то минут, наверное, 20 воздействовали позитивно, структурирующе, потом еще минут 20 деструктурирующе и потом опять фон. Правильно я понимаю? Совершенно верно. Спасибо. С учетом того, что тогда установка была несовершенная еще, это был макет, она работала не смогла себя переневолить и в течение только половины периода работы, поэтому тут уже работа не наблюдалась. Но тем не менее, тем не менее, все-таки результат есть. Давайте по нему конкретно, вот давайте, что это за величина у вас тут в квадратике, что это такое? Это скорость счета в фоне. Количество видов, которые устройства зарегистрировало в секунду. Да, да, импульсы в секунду, именно так. То есть частота при излучении, вот видно, она практически не изменилась, частота осталась прежней. В фоне опять, мы наблюдаем такая же частота приблизительно, процесс нестабилизированный, поэтому шум, поэтому частота будет меняться в шумовом процессе, соответственно. При оглашении частота снизилась и потом в фоне она опять вернулась к прежнему значению. Вторая, вторая строчка это уже стандартное отклонение, то есть шумовая процедура, то есть дисперсия. В данном случае стандартное отклонение. Ну, то есть это корень из дисперсии? Фактически да, корень из дисперсии. Можно выречать дисперсию. Это небольшая разница. Мы видим значение дисперсии стандартного отклонения в фоне, потом мы видим, что произошло снижение дисперсии при излучающем воздействии, то есть система получила некую информацию и структурировалась, при этом дисперсии, разброс данных уменьшился. Затем в фоне произошел скачок стандартного увеличения нескольких дисперсий стандартное отклонение увеличилось. Ну и потом при влаще Александр, у вас действие таким образом вы... Повторите, пожалуйста, последнее предложение, потому что там что-то было со связью, пропала связь. Последнее предложение, повторите. Таким образом мы можем сделать вывод о том, что структурирующее воздействие уменьшает разброс данных, снижает дисперсию, стандартное отклонение, а деструктурирующее воздействие связано с поглощением из пространства некоторого агента и как следствие деструктурного характера воздействия на вещество с оттоком оттуда некой информации неэлектромагнитной приводит к обратному явлению увеличению дисперсии. Александр, вот для Викторович, для нашей аудитории, вот простыми словами, если вот структурирующий, деструктурирующий, все это отбросить в сторону. Итак, в первом случае, когда вы что-то там включаете в свое устройство, у вас осцилляции, осцилляции какого-то процесса уменьшаются, амплитуда осцилляции уменьшаются, а при поглощении там чего-то непонятно пока чего, наоборот, осцилляции увеличиваются. Правильно я понимаю? Совершенно верно. Спасибо. Давайте третью строчку рассмотрим. Ну, третья строчка это как выглядит наш генератор сейчас. Ну, хорошо. Вот он у нас забетонирован. Где здесь юг, где север, где море? Ну, вот у нас теплица наверху, которой мы проводим биологический эксперимент, она выходит на море. Значит, вот под землей находится сам генератор, он забетонирован, значит, бетоном и смесь местного строительного материала, такой как бот, он по твердости не с чем выступает к граниту. Вверху находится у нас небольшой домик, там находится какая-то аппаратура тоже. Значит, вот теплица, где мы биологический эксперимент проводим, а сам генератор находится внутри, весит он несколько тонн, достаточно сказать. Я могу задать вопрос по генератору или лучше не задавать? Да, конечно. Ну, это что, что-то типа генератора Авраменко, что-то там вращается и это самое гигантское. Ничего у нас вращающегося, ничего у нас там нет. Ага. Ну, ответили. Ничего связанного с торсионностью здесь нет. Это совершенно оригинальная конструкция. Она у вас как-то запатентована или вы о ней вообще не хотите говорить? Она не патентована и про саму конструкцию это отдельный разговор, конечно же. Хорошо, не будем говорить. Спасибо. Мы говорим про последствия того воздействия, что мы обнаруживаем вследствие ее функционирования, что мы видим, что можно обсуждать, каким последствиям это приводит. Вот сейчас мы переходим к случайному процессу радиоактивного распада. Собственно говоря, распад это такой же случайный процесс. И очень интересно было посмотреть, а что это такое всеобъемлюющее явление, независимо от природы явления, электрическое или ядерное силу, будут ли они проявляться, вот эти все явления, связанные со структурой, образованием, с деструктурными процессами, и практически на процесс совершенно другого рода, на ядерные процессы. Ведь они тоже случайные. Было интересно посмотреть, насколько глобально это явление. затрагивают ли они всю практически широту научной деятельности. Или они узконаправленные только действуют, скажем, на интермагнетизм, или на гравитационный процесс, или, скажем, на ядерные. Это было очень интересно, и поэтому мы предложили Пархомову эксперименты, связанные с радиоактивностью. Вот использование случайного процесса радиоактивного распада для обнаружения интермагентных взаимодействий сводится к регистрации временного ряда событий, промежутка времени набора строго заданного числа регистрированных радиоактивных частиц. В свою очередь, дальнейшее математическое исследование изменений вероятностных характеристик полученных временных рядов позволяет обнаруживать наличие воздействия природы оказываемых на процесс целью метода является регистрация изменения дисперсии контролируемого параметра. Александр Викторович, можно я тут вас приторможу? Значит, смотрите, вы уже набили руку на этих выступлениях и проскакиваете очень важное обстоятельство с такой огромной скоростью, а его нужно конкретно нашей аудитории пояснить. Вот я это хочу сейчас об этом и сказать. Дело в том, что автор доклада, у них методика разработана, при которой они любят обрабатывать не скорость счета, вот то, что мы только что рассматривали на предыдущих слайдах, количество импульсов в секунду, а количество времени, которое необходимо процессу, чтобы породить определенное количество импульсов, а именно 18, вот они почему-то такое число выбрали. Таким образом, они работают не с количеством счетов, а с длительностью времени, вот, и это он называет временными рядами, вот, вроде бы мелочь, но сильно меняет качественный вид процесса, это упрощает это самое обработку. Спасибо, вот извините, я тут вами словами рассказал, продолжайте. Я как раз об этом дальше скажу, не мы выбрали 18, это выбрал Пархомов, число 18, надо его спросить, почему он выбрал, мы следуем уже рекомендациям его установкам в этом вопросе. Вот методика проведения измерений, рассмотрим некоторую электротехническую систему, формирующую электрические импульсы, с частотой адекватной интенсивности радиоактивного излучения, получаемый исследователь информации, представляет собой последовательность интервалов времени, за которые используемая рецепторная система набирает строго заданное частот электрических импульсов, каждый из которых соответствует регистрации радиоактивной частицы. Эти интервалы времени или временные ряды и представляет нам исследовать с использованием выбранной статистической модели. Таким образом, исходным или регистрированным сигналом является ряд временных интервалов, характеризующих интенсивность радиоактивного излучения. Я вот дальше расскажу, мы будем дальше исследовать и вот эти самые временные ряды, связанные с которыми характеризуются интервалами времени и скорость счета и посмотрим одними тежими методами какой канал будет наиболее информативным. Но вначале я хотел бы продемонстрировать как это выглядит. Вот типичный эксперимент. Вот используем случайный процессор в тяну распада. В данном случае мы видим те самые промежутки времени по горизонтальной оси у нас отложены вот эти самые промежутки времени, когда рецептор набирал строго кастированные количества радиоактивных частичек и выдавал отметку о времени. Набралось 18 попаданий в счетчик, компьютер срабатывал, еще набралось, еще сработало. Таким образом вот этот временной ряд сформировал подобный график. При этом каждой горизонтальной оси, каждая точка это номер размерения. Что мы видим? Вот опять-таки между двумя красными чертами это зона снижения дисперсии. То есть это воздействие структуры, можно с точки зрения теории информации и кибернетики сказать, что это структуру образующий процесс. Чтобы его получить, необходимо из активного элемента генератора некий агент выбросить в пространство. Таким образом некоторое излучение на данный рецептор действует прежде всего как структурирующий фактор. Совершенно понятно, что изменять степень случайности классической наука даже не оперирует подобными понятиями. Дано нам в реальность. И мы в этой реальности живем. чтобы изменить степень случайности электромагнитным смысле конечно же невозможно. А вот не электромагнитные процессы они вмешиваются в саму степень случайности. И это очень интересно. Ну и соответственно я покажу сразу каким образом действуют обратные явления связанные с деструктивными процессами. Когда мы из пространственного процесса эксперимента где находится детектор и может находиться какая-то подсветка в данном случае находился кусочек гранита который подсвечивал излучением. Мы видим что в зоне эксперимента опять-таки это две вертикальные черты зона деструктивного плана то есть мы отводили оттуда поглощенный зон некий агент переносили его на электрическую схему и в зоне эксперимента у нас увеличилась энтропия значит и мы видим что разброс данных резко возрастает степень вот такого возрастания зависит от интенсивности процесса ее можно варьировать как излучение так и поглощение дальше мы это увидим процессы с различной степенью вот такого интенсивности влияния Александр Викторович можно я вернитесь к предыдущему графику если можно все-таки чтобы понимание было аудитории мне кажется тут не так-то все просто ухватить еще раз смотрите по горизонтальной оси отложены номера измерений по вертикальной оси по вертикальной оси отложены длительность времени в течение которого происходит набор 18 импульсов и так получается вот левее это самое красное воздействие какое-то мы даже сейчас не суть важно вот какое-то воздействие между двумя красными линиями происходило и видим что более или менее какое-то небольшое количество времени необходимо чтобы набрать 18 импульсов как только стали чем-то воздействовать то чтобы набрать 18 импульсов необходимо там в 5 раз больше времени чем вот когда воздействия не было потом когда выключили вот это воздействие опять чтобы набрать 18 импульсов нужно там ну какое-то небольшое время я правильно излагаю ну в общем-то отчасти почему потому что видите действие измерения и меньше то есть увеличивается дисперсия увеличивается в общем-то конечно же радиоактивность падает и мы сейчас это увидим но увеличивается дисперсия то есть увеличивается увеличивается разброс данных очень важное дополнение спасибо спасибо да то есть то есть дело не только но средняя величина в любом случае растет правильно значит радиоактивность при таких процессах я буду дальше об этом говорить просто не чтобы не забегать при таких процессах деструктивного плана всегда радиоактивность падает всегда дисперсия растет связаны с обратным явлением когда мы излучаем пространство тут некоторые ситуации несколько по-другому складываются там дисперсия зависит от интенсивности процесса а вот наличие излучения увеличение скорости счета или радиоактивности зависит еще от некоторых других факторов о которых я буду дальше говорить понятно спасибо продолжаем да вот можно сделать некоторые выводы очень важные возможности электромагнитных процессов изменять не только интенсивность разнообразных случайных процессов но и степень их случайности безусловно является неоспоримым свидетельством пользу их информационности собственно говоря когда мы называем эти воздействия информационными мы прежде всего имеем ввиду то что они влияют на степень случайности но это же показатель именно информационной насыщенности вещества собственно говоря когда козырев проводился эксперимент он тоже связывал их с именем энтропии энтропии это те же самые процессы только у нас они гораздо более интенсивные вот и вся разница то есть их информационность не вызывает никакой никакого сомнения значит сам факт изменения параметров объективного распада который является свойством отдельного атома а не структуры атомов ввиду возможности рецепции интермагнитного информационного воздействия на отдельный атом вещества следовательно энтропия рецептора может быть основана на организации не структуры атомов как понимаете классическая термодинамика а структуры каждого отдельности атомов вещества то есть на более глубинном уровне это очень важно это чудовищно важно потому что подобные эксперименты они показывают что существует возможность влияния не только на структуру атомов вот электромагнит терминомический метод но и неэлектромагнит то есть влияние на структуру самого атома это фундаментально иной вид взаимодействия ну а дальше как раз мы переходим к различным особенностям обработки данных связанных со скоростью счета и вот этих наших временных промежутков мы постоянно испытываем давление со стороны академических структур которые говорят почему же вы обрабатываете ваши датчики ваши все параметры не с классическими методами обработки импульсами в секунду а вот вы думаете какие-то временные промежутки почему вы собственно говоря вот ломаете классическую науку и якобы мы этим показываем свою такую научную безграмотность ведь есть существующий метод обработки и вот очень важно показать почему собственно какая разница вот между ними сейчас мы дальше посмотрим вот следующий эксперимент вот следующий график верхний и нижний они один тот же эксперимент связан с дистуктивным воздействием на вещество первый верхний график это график этих самых временных промежутков а второй график тот же самый эксперимент только в координатах скорости счета мы видим что это практически это практически регистрированный сигнал который мы регистрируем ну тут он достаточно интенсивный в общем-то его видно невооруженным глазом и без всяких без всяких определенной дисперсии его видно а второй нижний график это скорость счета то есть число 18 наше классическое магическое число необходимо это число разделить вот на каждое этих значений на время набора этих самых частиц и получим скорость счета какая здесь разница ну в первом случае мы имеем прямо пропорционную зависимость а в этом случае мы имеем обратно пропорционную зависимость то есть у нас переменное вещество идет в знаменателе и вот это наличие вот этого фактора оно очень сильно связано с дальнейшей обработкой вот необходимо вот это сказать отдельно это очень важно потому что вот при дальнейших контактах возможно наши с вами будет постоянно возникать такой вот такой вот вопрос почему собственно вот в классической физике интенсивность процесса принято изменять параметром скорости счета число импульсов в секунду с точки зрения законов классической физики и здраво смысла необходимо подвергать статистическому анализу именно этот параметр однако для получения этого общепринзованного параметра нам необходимо найти дробь в которой в числителе будет число импульсов в нашем случае 18 а в знаменателе те самые регистрируемые временные интервалы таким образом переменная величина в данном случае оказывается знаменателей и мы получаем классическую обратную пропорциональность в зависимости следовательно особо отметить что при использовании в качестве исходного сигнала параметра временного набора такой обратный пропорциональность не возникает мы имеем дело с прямой пропорциональностью и вот дальше следующим графиком мы покажем что вот это уже так это был уже график да вот это уже обработанные данные это дисперсия мы видим что верхний график это дисперсия вот этого самого регистрированного сигнала он с моей точки зрения с позиции инженерной просто прекрасен и информативен можете представить нижний график это тот же самый график тот же самый эксперимент но обработанный в координатах скорости счета на нем что-нибудь видно какой из двух графиков наиболее информативен мне кажется ответ совершенно очевиден и вот здесь необходимо поговорить про физику то что обнаруживается вот до красной черты опять диноз область фона видно как ведет себя случайный процесс распада потом мы включаем устройство обнаруживается это самый рост этой самой дисперсии далее мы видим что у нас сейчас участок фона и мы видим что фон изменился вот у нас 20 лет лежат образцы которые мы 20 лет назад в них поблиняли прошло 20 лет мы прописываем получаем аналогичные измерения делаем там ничего не изменилось там вещество ведет тебя так же как после воздействия то есть все эти годы совершенно не повлияло на совершенно не повлияло на вот на ход регистрации возникает увеличение дисперсии разброс данных значит еще больше воздействия еще большего плана еще больше дисперсии и соответственно и фон у нас увеличивает как мы называем в этом случае эффект после действия то есть после воздействия вещество меняет свои даже уже после прекращения воздействия вещества нет и казалось бы в красиво должны все параметры должны вернуться к предыдущему исходному виду этого не происходит некий некий агент накапливается в системе и систему уже радиоактивного распада распад ведет себя совершенно вот таким вот образом и этот график Александр Викторович а вот вопрос вот по этому графику который вы сейчас показываете вот вы дисперсию ну вот верхняя например верхняя часть графика смотрим вы рисуете дисперсию а среднюю величину вы можете здесь ну по крайней мере словесно сказать как она будет меняться вот как раз это будет следующий слайд ну хорошо ну как-то их замечать вот здесь мы можем проследить процесс в усредненном виде значит ну что опять у нас участок фона первое воздействие фон второе воздействие опять фон вот первая у нас графа относительно изменения дисперсии интервал времени регистрирования по всему по всему участку значит вот фоне у нас дисперсия была такая после первого воздействия она стала увеличилась практически на порядок фоне вернулась практически в прежнее состояние второе воздействие еще больше увеличение и фоне мы видим что даже и фоне после второго более мощного тут нельзя говорить про мощность это вот инженерная привычка можно говорить про интенсивность вот при более интенсивном информационном процессе у нас и в фоне дисперсия практически резко увеличилась практически на 50% и вот эти 50% если контролировать десятилетиями он так и сохранится то есть вот этот отпечаток воздействия практически не смыванием с вещества будем так говорить ну это дисперсия давайте сразу на третью перескочим очень важно дисперсия это скорость счета это классическая физика дисперсия непризнанная ну да тут понять меньше можно тут во много раза давайте на третью сразу перескочим эту самую скорость счета тут гораздо меньше изменений посмотрите да мы это поняли Вот третью сразу нам располагают. Третью. Это скорость счета. Это тоже очень важно. Нет, средняя. Это важно, что это среднее значение скорости счета. Вот давайте по нему пройдемся. Что получилось? Вот мы видим классические изменения. Вот это фон. Ну, фон 3,54. А потом было воздействие, и среднее значение упало. Упало. То есть радиоактивность снизилась. Да, радиоактивность снизилась. Смотрите, вот на сколько? 2,8 и 3,5. Да, вот на сколько это? Вот 5 тут и 2,7. 7 это, ну, 1,5. Это на 25 процентов, правильно я понимаю? Это тоже, да. Совершенно верно. На 25 процентов. Потом фон вернулся почти к тому же значению среднему. Вот, среднее. А потом опять упал. Примерно на то же самое значение. А вот у вас было деструктурирующее и структурирующее. А тут чего происходит? Без деструктурирующее, без структурирующее. Или тут одно и то же? Здесь оба. На этом графике они оба деструктурно уходят. Но они просто... Тут мы показали, что одна интенсивность, здесь другая интенсивность. Процесс более интенсивный. Тут был смысл показать изменение величины воздействия. Каково не очень интенсивное воздействие, здесь более интенсивное. Вот было. И показать, каким образом... После действия, эффект после действия, каким образом меняется среда после воздействия. Тут нет излучающего воздействия в данном случае. Об них мы будем дальше говорить. Это отдельный разговор. Да. Александр Викторович, еще раз, когда я подсуммирую для себя. Извините, друзья, что я перебиваю. Но, может быть, это полезное, вот, мое, так сказать, внедрение. То есть, смотрите, дисперсия прыгает, я не знаю, там, в 10 раз, может быть. Она там в 10 раз меняется, дисперсия. То есть, человеческим языком говоря, это осцилляции вырастают в 10 раз. Осцилляции вдруг выросли чего-то. Вот. А средние значения упали. Средние значения упали, но очень мало, всего на 25%. А осцилляции выросли, амплитуды осцилляции выросли... Павел Николаевич, я хочу вас остановить, чтобы здесь не совсем право, потому что вы забыли, что тут среднее значение скорости счета. Тут среднее значение вот этой величины, вот на этом графике. Вот средней величины здесь и скорости счета я не могу дать. А я вот это вас хотел спросить, вот это именно хотел спросить. Но я могу сейчас вычислить, могу вам сказать, и в вашем подходе среднее... Будет меняться среднее значение именно временного отрезка тоже всего на 25%. Не буду дискуссию, давайте дальше, извините, что перебил. Поэтому, к сожалению, интенсивность процесса я могу дать только величины общепризнанных. Обратная величина, я вам сразу скажу, вот я только что вам говорил, тоже всего на 25% поменяется. Ну, это вопрос... Ну, я уверяю вас, что будет так, скорее всего. Дальше, поехали. Вот и следующее. Вот мы же, нас интересуют инженерные вещи. Вот для исследования работы генератора, настройки его, проверки его работоспособности и прочие вещи. Иногда возникает вопрос, что необходимо с детектированием не постоянного во времени сигнала, а увеличивающегося. То есть, когда генератор работает в промежутке времени не с одной интенсивностью, а с постоянно увеличивающейся интенсивностью. Таким образом, что-то в этом случае изменится. И вот на этой картинке мы видим как раз процесс деструктурный тоже, тоже деструктурный, но между вертикальными чертами у нас не постоянный сигнал, а он постоянно усиливающийся увеличение энтропии. Усиливающийся ток некого агента из пространственной области эксперимента. И с тем, чтобы исследовать, каким образом будет реагировать на этот процесс. Классическим образом обработкой импульса в секунду и неклассическим нашим инженерным. Вот это у нас первый верхний график – это регистрируемый сигнал, то, что мы регистрируем. Второе – это импульсы в секунду, обработанные. И следующий – уже дисперсия. Сейчас немножко я поправлю, чтобы было лучше видно. Или лучше, наверное, это самое… Хорошо видно, хорошо видно. Не надо ничего поправлять. Хорошо видно. Как лучше? Нет, нет. Лучше к старому. К предыдущему вернитесь. К предыдущему. Это слишком мелкое. Нормально видно, да. Верхний график, он просто блестящий. А нижний – тот же самый эксперимент, но в скорости счета, дисперсия в скорости счета. Совершенно неинформативный. Мне, как инженеру, никакую информацию не несет. Верхний же график. Когда мы с вами беседовали вчера, Александр Викторович, вот здесь, именно на этом графике вы обратили внимание на суперважную вещь. О том, что если мы посмотрим на фон левее красный, вот в самом начале графика верхнего, и видите, там очень маленькие, во-первых, дисперсии, а во-вторых, ну, по сути дела, нету никаких таких вот низкочастотных осцилляций. И если мы посмотрим на фон же вправо после воздействия, вот здесь, да, то мы видим, что здесь почему-то, вот это суперинтересно, почему-то наросла, это самое, наросли какие-то низкочастотные колебания. Вот хорошо бы, вы сейчас бы сказали хотя бы, ну, примерно, какова частота этих колебаний, вот этих колебаний фона. Вот. И причем, как вы сказали вчера, суперинтересная вещь, что вот эти колебания фона сохраняются уже 20 лет. Если я правильно понял вас вчера. Во-первых, тут видно, что вот, во-первых, разброс данных, видно, так, а во-вторых, вот это фактически вот величина самого величина излучения, некий параметр, характеризующий скорость счета. Видно, что среднее значение скорости счета здесь тоже уменьшилось. Здесь скорость счета была выше. Ну, а сама зона воздействия тоже очень интересна тем, что на нем видно три усиливающихся воздействия. Вот первое воздействие, потом генератор был переведен в более интенсивный режим, его видно, и потом еще более интенсивный режим. Соответственно, на этом графике это все очень хорошо прослеживается, и с инженерной точки зрения он просто безупречен. Что касается дальнейшей области, которая уже, в общем-то, не имеет отношения к инженерной деятельности, а больше к физической области, имеет отношение к фундаментальной, возможно, науке, мы видим, что можем, как можем его охарактеризовать. Ну, во-первых, он явно отличается от предыдущего, то есть увеличилась дисперсия, то есть хаотичность системы увеличилась. То есть вот тот самый отток некого агента из этой исследуемой зоны, он привел к тому, что в образце, вот он в красном граните, произошли изменения, которые имели степень случайности событий, степень случайности выбраться вот этих самых радиоактивных частичек. Это касается и альфа-излучения, и бета-излучения, потому что дальше мы поговорим, у нас будет график с альфа-излучением. Ну, вот мы с Пархомовым это дело исследовали, использовали или альфа-излучение, и бета-излучение, в общем-то картина, она практически одинаковая, но может быть только альфа-излучение более трудно поддается вот этому, скажем так, воздействию. Ну, а здесь что видно? Что вот растет дисперсия, то есть произошли некие изменения в веществе, они довольно-таки стабильны. Действительно, мы вот сейчас имеем 20-летний опыт этих измерений, мы можем сказать, что за 20 лет практически ничего не изменилось. То есть как мы фиксировали вот такой вот фон, если мы прописываем еще раз, он ничем не отличается от за 20 лет. То есть все осталось, вот этот отпечаток предыдущего воздействия, он так и остался на этом веществе. Александр, вот я вопрос задал, Викторович, смотрите. Вот видите там вот эти вот очень важные, примерно понятны какой-то это самое чистоты или там, можно сказать, периода колебания. Вот что-то о чистоте, скажите. Александр Николаевич, я хочу сказать, что эти колебания, они возникают от величины, по каким измерениям мы проводим отсчет дисперсии. Это можно по 3, по 10, по 15 или по 2 ближайших измерениям. Поэтому на эти колебания особого внимания обращать не нужно. Эти колебания возникают, они возникли при данной видообработке, при 20 ближайших измерениях. Если мы прочитаем по 10, они уже изменятся. Это не столь важно. О них может даже внимание обращать не нужно. Нам интересуется, в данном случае вот эта обработка, она позволяет определить, что дисперсия растет. А вот эти самые колебания, они возникают за счет наложения данных одна на другую. И они плавающие. Если мы проведем измерения по 10 ближайшим измерениям, они уже будут другие. Ну, то есть, что же получается, что вы дисперсию определяете по двум прилегающим точкам, они по какой-то выбранной, усредненной, и потом от нее что-то там вычитаете. Берется какое-то количество измерений, и эти измерения просчитываются вдоль всего ряда. То есть, на снахлестом одних данных на другие. Но в этих рядах, в этих измерениях специфист Пархомов. Поэтому, если у вас возникли вопросы, лучше потом, может быть, дать слово Пархомову, он об этом скажет отдельно. Понятно. То есть, это зависит, по какому количеству точек. Ну, то есть, какая генеральность той выборки, которую вы берете? Да, тут методика очень важна. Понятно. Спасибо. Широка ширина вот этого охвата проработки этих дисперсий. Поскольку данным эта дисперсия рассчитывается. То есть, это плавающий параметр, который переходит от измерения к измерению, от количества измерений, по которому считается параметр, к количеству измерений. Он, в общем-то, не является объективным. Это не объективный параметр. Объективный параметр общий, то растет дисперсия. Вот с точки зрения теории информации, можно только об этом сейчас говорить. Что здесь дисперсия снижилась, и радиоактивность снизилась, а дисперсия выросла. Это характерная черта подобных видов взаимодействия. Дисперсия растет, интенсивность процесса падает. А тут в данном случае важно показать, что параметр скорости счета, он мало информативен. Если нужно затуманить взор, если нужно доказать, что этих взаимодействий не существует, лучше параметр, чем скорость счета не найти. Он просто придуманной самой судьбой, что называется. Ну и вот переходим к следующему, потому что у меня время-то уже час закончился. Правда, я начал 12 минут, поэтому у меня еще буквально осталось. Нет, ничего у вас не закончилось. У вас еще 16 минут. Извините. Это очень много времени. Спокойно рассказывайте, спокойно. Вот рисунок, значит, первый верхний рисунок А, способен детально характеризовать наличие трех десктуривающих воздействий с ущеривающей интенсивностью. Александр Викторович, не видим рисунка, текст один только. А, я про текст. Я предыдущий рисунок был, вот этот. Сейчас этот рисунок я просто хочу охарактеризовать, что рисунок А, он более информативен, чем рисунок Б, то есть вот этот вот верхний. Вот. Теперь вот перейдем к рассмотрению теперь вот структуру образующих процессов. Какие свойствами будут обладать результаты статистического анализа, выполненные на базе, рассматриванные нами принципиально различия, характеристик. И вот я хотел бы, ну да, ну прежде чем перейти к излучающим процессам, я что еще хотел, хотел сказать, вот я вчера вот слайд вставил, а сегодня я уже забыл, что я вставил, и перешел к излучающим, а не договорил еще про поглощающие. Почему? Да потому что это очень важно. Это тоже эффект, который имеет отношение к физике процесса. Вы меня просили, чтобы я больше давал акцент на физику процесса, а не на технику. Дело в том, что при определенной интенсивности неэлектромагнитного воздействия использовать процесс радиоактивного распада бессмысленно, потому что радиоактивность падает. Ее практически нет. Она исчезает. Вот у нас два воздействия было. Первый очень интенсивный, второй меньше интенсивный. Все видно, что на первом процессе у нас пропала радиоактивность. Сигнала нет. То есть мы не можем сказать, а что там происходило, как работал генератор. Пропадает информатика. И вот это некое поглощение, некое значение, при котором работа генератора уже не обнаруживается в процессе радиоактивного распада, оно зависит от количества радиоактивного вещества и от интенсивности процесса неэлектромагнитного. Для того, чтобы зафиксировать интенсивный процесс неэлектромагнитного, нужно больше радиоактивного вещества. То есть если мы используем красный гранит, нужно больше кусок использования гранита. Иначе провалы, радиоактивность исчезает. И вот тут некоторые пределы использования метода скорости счета, использования радиоактивного распада. Вот фликер шумами, кварцевыми резонаторами с использованием добротности, там практически не возникает такого насыщения, можно их использовать. А вот распад полностью исчезает. Это одна из таких негативных сторон использования случайного процессора радиоактивного распада. С одной стороны, когда мы имеем дело с фликер шумами, там могут какие-то шумы быть, тепловые шумы, что-то может электрические воздействия повлиять. Вроде на процесс радиоактивного распада ничто повлиять не может. Если там обнаружатся какие-то изменения, то хоть кувалдой по нему случаи, ведь электромагнитный изменит, невозможно изменить ни степень случайности, ни интенсивности процесса. А мы его меняем. А вот этим интересен этот процесс. Но, к сожалению, при достаточно интенсивных электромагнитных процессах, всякие сигналы исчезают и полностью пропадает радиоактивность. Александр Викторович, вы совершенно правильно, спасибо, что вы вот это обстоятельство сейчас достаточно тщательно обработали. Я еще должен сказать, что вот этот вопрос, связанный с исчезновением радиоактивности, был настолько интересен, что мы вот в момент работы генератора в этом режиме, когда не обнаруживается радиоактивность, мы туда вносили фотопластинки. Посмотрите, а фотопластинка что-то у нас там обнаружит, какую-то засветочку маленькую. Вынимали, обрабатывали, засветки на ней практически никакой не было. Вот в состоянии фона там что-то имело место, а тут никакой засветки не было. То есть радиоактивность можно, мы проверили радиоактивность и детектором, и фотоспособом. Действительно, радиоактивность полностью исчезает. Ну вот теперь как раз вот пришла пора перейти к самому интересному, а у меня время заканчивается, произлучающие процессы. Не волнуйтесь, у вас времени сколько надо, говорите просто спокойненько. Самое интересное, мы с удовольствием и больше часа. Торопиться начинаем. Вот верхний и нижний график, это один и тот же структурирующий процесс. Когда мы нашим вот этим самым активным элементом выбрасываем в пространство некоторое количество неэлектромагнитной информации, неэлектромагнитного агента, который мы его обнаружить можем по тем последствиям, которые он в веществе наводит. Один из таких последствий – это изменение параметров случайного процесса. И видим, что один и тот же процесс. В первом случае между двумя вертикальными чертами у нас имеет место резкое снижение разброса данных, степени случайности, но не происходит никакого изменения скорости счета. Если почитать скорость счета здесь и здесь, и здесь, она практически неэтична. Но нижний график, чем он интересен? Тем, что, смотрите, тут дисперсии-то гораздо больше, чем здесь. То есть интенсивность неэлектромагнитного процесса была меньше, но при этом почему-то получилась радиоактивность. Вот этот процесс у нас в параметрах обратной скорости счета, то есть это наши промежутки, поэтому снижение его обозначает увеличение радиоактивности. Поэтому вот мы видим, радиоактивность увеличилась, а дисперсии тут намного меньше, чем здесь. Какой мы можем сделать вывод? Тем, что это два совершенно различных процесса. Первый процесс. Вот количество нейтромагнитной информации вызывает снижение дисперсии, а существует нанизанное на него какое-то еще воздействие, которое приводит к изменению радиоактивности. И вот что это за нанизанное на этот же сигнал, что добавляется, что вызывает появление скорости счета, появляется изменение в интенсивности процесса радиоактивного расхода фактически. Мы здесь также, как и в предыдущем случае, использовали еще и фотопластинки, фотопленки, размещали в зоне эксперимента фотопластинки, потом их проявляли, там тоже засветки чудовищные. Значит, какие могут быть засветки, я сейчас вам покажу в следующем графике. Сейчас я забегу вперед немножечко. Пожалуйста, вот посмотрите, вот типичный эксперимент. Вот посмотрите, вот очень интересный график. Вот это фон. Ну, практически было около, скажем так, вот 7 импульсов в секунду интенсивный. Это разброс данных. Вот включили мы воздействие, связанное с интенсивным излучением. Один из самых интенсивных, которым мы себе только могли позволить. Вот смотрите, какой всплеск радиоактивности возникает. Больше 1000 импульсов в секунду. Это при том, что ток, который течет через активный элемент, 50 микроампер. То есть, величина тока на это не влияет. Влияет количество информации, которую мы выбрасывали. Точно с этих интенсивных вещей, о которых можно будет дальше говорить. Но самое интересное, что после воздействия встречаются области, где радиоактивность пропадает. И это очень часто. Даже сейчас, через 20 лет, вот образцы, которые мы облучили излучающим воздействием, вот, скажем, всплеском, который дал такой всплеск, ставим на прописку, возникают вот такие моменты, когда пропадает радиоактивность. Александр Викторович, а вот все-таки пару слов про это самое, про то, как вот этот вот ваш воздействующий генератор, что-то пару слов все-таки скажите, потому что, ну, такое вот умолчание, оно совсем как бы убивает физический процесс. Вот остается только, вот мы видим какие-то тут последствия. А как все-таки процесс-то устроен, вот воздействие? Ну как, я же уже сказал, что наш генератор состоит из трех основных частей. Первая часть – это излучающий элемент, который производит взаимодействие со средой. Электрическая схема… Это общие слова. А вот физическим языком… Знаете, физическим языком – это следующее. Ну, если я сейчас буду рассказывать всю суть явления, ну, она у вас повергнет вас в шок, потому что в данном случае мы это связываем с изменением свойств носителей заряда. Мы меняем электричество. Александр Викторович, вот объясниловки, вот нам не нужны. Как устроен воздействующий прибор? Вот, простой вопрос. Это слишком прямой вопрос. Я на него сейчас боюсь и не отвечу. Вообще, надо мне еще придумать, как это сказать. Он похож на генератора Акимова, малый и большой? Нет. Ну, он уже ответил, Евгений. Он на этот вопрос отвечал. Это не генератор Акимова. Но ясно, тогда совершенно ясно, что это какое-то все-таки электротехническое устройство. Электротехническое устройство. Это совершенно ясно. Извините за мой прямой вопрос. Вы от него немножко уклонились, но ничего страшного. Я об этом предупреждал. Продолжаем. Продолжаем. Теперь перейдем к интереснейшему факту. Почему возникают всплески радиоактивности? Почему растет радиоактивность? Когда она возникает? Когда она возникает? Мы провели очень детально этому многолетние исследования. И когда она возникает? Во-первых, первое. Опять необходимо вернуться к конструкции. Вот то самое вещество, где хранится вот это вытащенное из пространства нечто перенесенное схемой электрической через электрический ток. Вот эту самую болванку, которая у нас где-то там хранится под землей. Значит, если мы с этой болванки накапливаем ее достаточно интенсивно и потом ее сбрасываем обратно, вот возникает вот такой процесс, связанный просто с снижением дисперсии. Но если мы через эту болванку дополнительно пропускаем электрический ток какой-то интенсивности, то чем выше этот ток, тем выше изменение радиоактивности. То есть была такая у нас идея. Вот есть у нас эта болванка, в ней нанизано какое-то нечто. Мы же берем оттуда ее слабеньким током. Там токи, которые текут в нашем детале, они незначительные. А если, скажем, подключить дополнительный источник туда напряжения, какой-то источник АДС, и каким-то более большим током в том же направлении, скажем так, подталкивать, в том же направлении, в тем же направлении магнитного поля, подталкивать потоки электрические в сторону на излучатель. И вот тут-то и возникает рост радиоактивности. Причем, что интересно, можно даже не пропускать ток, а можно просто рядом с этой болванкой разместить соленоид и пропускать эту болванку, получать ее магнитным полем в том же направлении. Если в обратную направлению, то есть в гасящем направлении, поле магнитное, сформируемое потоком электронов, которые движутся в сторону активного элемента, а мы магнитное поле в обратную сторону запускаем, меняем полярность соленоида, ничего не возникает. Если мы меняем в сторону совпадающую с магнитным полем, тока, который течет на излучатель, там возникают те же самые эффекты. То есть мы можем связать, возникновение вот этих эффектов, связанных с радиоактивностью, с магнитными полями, которые могут способствовать передаче чего-то из вещества. Причем это чего-то, оно явно имеет совершенно другую, отличную природу. И с чем оно связано, вот это один вопрос. А вот с чем оно связано, вот наше предположение, которое мы сейчас в данный момент работаем, мы считаем, что здесь такая совершенно безумная идея, что вероятно это гравитация. И есть там у нас очень серьезные подозрения. А вот все эти всплески радиоактивности, это эффекты времени, которые возникают в зоне эксперимента. Если это так, то остается только одно. Генерировать это воздействие, выбрать его пространство, перенести на другой генератор, потом перенести на вещество, электрическим потоком, каким-то электрическим проводом, через движение электричества. И потом этот участок этой цепи поставить на весы и контролировать изменение веса. Будет ли изменяться степень взаимодействия вещества с планетой Земля. То есть будет меняться вес вещества. Вот этими вещами мы не занимаемся. И если кратко говорить, пытаемся обнаружить, не проявление ли это гравитационных гравитаций. Почему? Да потому что вот эти самые всплески радиоактивности, они даже не важны, есть ли какой-то там источник подсветки или нет. Даже относительно фона эти всплески происходят. Казалось бы, что там фон, он и есть фон. Тем не менее, вот эти всплески огромные, до тысячи импульсов в секунду возникают и в фоне. Следовательно, тут какая-то причина, какая-то связанная, возможно, с связью гравитации времени. Когда мы сужаем время, и когда смотрим мы на этот процесс из нашего времени в то время, как оно будет проявляться? До увеличения радиоактивности. Потому что в секунду будет больше вылетать этих самых адъективных частичек. А если мы время раздвигаем, то и радиоактивность будет падать. Не связано ли это со временем? А если со временем, значит, это гравитация. Таким образом, возможно, мы меняем просто гравитационное поле вот того вещества, которое у нас, куда мы перебрасываем вот эту нашу информацию. А генератор уже этот процесс просто вторичный. И просто этот данный процесс позволил обнаружить это явление. А наличие самого факта излучения, оно способствует выбросу его. То есть невозможно их разделить. Для этого нужен именно процесс излучающий, чтобы выбросить вещество. И потом надо его, надо каким-то образом подготовить, иметь магнитное поле, чтобы зацепить эту гравитацию с каждого конкретного атома вещества. Ведь я же говорил до этого, что гравитация, это вероятно, я как инженер это понимаю, связана не со структурой атомов, а с каждым отдельным атомом. А мы влияем на энтропию именно атома. Так почему же мы не можем на гравитацию это повлиять? На степень взаимодействия этого атома с другими атомами, гравитационного, вот некоторое гравитационное поле. Вот это очень интересный факт, я вам скажу, что в 90-е годы мы еще проводили такие эксперименты. Вот чем хорош наш генератор, что он может быть использован не только как излучающий или поглощающий, то есть некий элемент, связанный с информационными взаимодействиями, но он может быть еще использован как детектор. Чувствительнейший детектор этих самых электромагнитных воздействий. Очень чувствительный. Ему задались таким вопросом, а каким образом будет меняться эта самая неэлектромагнитная информация над поверхностью Земли? Вот как будет меняться энтропия вот этого детектора при приближении его к поверхности Земли? Вот мы на наших московских высотках в 90-е годы, в ночное время договорившись с сотрудниками, которые обслуживают эти лифты московских высоток, покатались вот с этим нашим генератором вот в этих лифтах с одним только целью попытаться обнаружить, а будет ли меняться энтропия, будет ли меняться вот тот параметр, который является характеризующим. И мы обнаружили. Вот я хочу вас спросить, как вы думаете, где меньше энтропия, над поверхностью Землей или на приближении к Земле? Как вы считаете, Валерий Николаевич? Ну, так сходу сложно ответить. Энтропия вообще величина, измеряемая относительно чего-то. Поэтому нужно... Интересным является изменение энтропии. Так вот. Ну, не знаю. Я думаю, что... Ну, да, не буду придумывать. Не буду. Извините. Очень... Вот само явление гравитации, его же можно объяснить с точки зрения теории информации. Ведь когда вещество гравитационное взаимодействует и собирается в пространстве, ведь это структурообразующий процесс. Ну, соответственно, из теории Козырева такие процессы приводят к поглощению некого исследованного агента. То есть это процесс с поглощением вот этой самой нейтромагнитной информации. При этом сама информация в веществе должна накапливаться. Если она накапливается, то от поверхности Земли она должна уменьшаться. И при приближении она должна проявляться. Вот это мы и обнаружили. Что при приближении к поверхности Земли энтропия сокращается у детектора. И сокращается значительно. Она очень сильно сокращается. Это не какие-то там единички, какие-то там физичные доли процента. Она там десятками процентов измеряется. Если мы, скажем, помещаем этот детектор в некую колбу, чисто козыревскую, покрытую алюминием и хранируемые от других воздействий, вот эта энтропия меняется очень сильно. Если вдруг предположить, а я инженер, я не ученый, я могу что угодно предположить. Если предположить, что это вот эта самая гравитационная информация, то ее осталось только усилить и передать веществу. А дальше посмотреть, а будет ли усиливаться взаимодействие, гравитационное взаимодействие такого вещества с планеты и Земля. Будет ли вес меняться? Либо увеличиваться вес, либо уменьшаться. И вот над этой проблемой мы в данный момент работаем с целью получения гравитационных эффектов, получения вещества, вес которого будет изменен. А дальше интересно посмотреть, а каким образом будет у нас меняться, каким образом у нас дальше будет этот самый принцип эквивалентность поменяться. А будет ли там инерция такая же, а вес будет другой. То есть эти вещи очень интересные, которые непосредственно связаны с нашими, казалось бы, вот такие вот вещи совершенно фундаментальные и к этому относящиеся к делу, тем не менее всплывают такие особенности. Ну и еще я в заключении хотел бы рассказать еще об одном очень важном эффекте, который вам как физикам может быть интересен. Какой? При воздействиях деструктивных и связанных именно с альфа-распадом, с бета-распадом, мы такие случаи встречали единичные, а вот с альфа-распадом это практически 50-70% случаев. То есть он очень часто повторяемый, этот эффект. С чем он связан? Вот посмотри. Вот это у нас уже альфа-распад. Между вертикальными чертами у нас увеличение дисперсии. Некоторое. Но перед воздействием мы видим резкое снижение дисперсии. Александр Викторович, еще раз, еще раз, что по оси отложено, по вертикальному? Это дисперсия. Вот это очень важно. Понимаете, мы привыкли к тому, что на графиках обычно среднюю величину смотрим, а вы дисперсию. Об этом точно сразу надо говорить. Да. Дисперсия. Это дисперсия. Факт в том, что перед процессом поглощения среда какие-то шумы пошли. Или это от меня? Это у Пархомова я выключил. Не волнуйтесь, продолжайте. Перед включением возникает воздействие, как будто среда чувствует то, что сейчас оператор нажмет на кнопку, и начнется поглощение из пространства вот некоторого агента. Возникает вот такой вот эффект, который характеризует явное наличие информации. Причем, что интересно, обнаруживается же после обработки данных. Мы таким образом проводили исследование. Вот сидит оператор, смотрит на экран компьютера, на котором просто выскакивают цифры. Он интеллектом своим, в общем-то, не имеет возможности оценить, что происходит, насколько они быстро выскакивают. Но вот если оператор смотрит на экран, такого эффекта не обнаруживается. А если мы даем задание оператору вот уйти в другую комнату и где-то чем-то, где-то облегчаем заниматься, а потом вдруг вернуться, нажать на кнопку, то эффект всегда обнаруживается. Деструктивным процессом перед ним среда каким-то образом, чувствуя это, создает какую-то информационную возможность для того, чтобы сбросить это все. И последствия очень интересны. Если подобная структура имеет место, то дисперсия будет значительная после воздействия. Если она есть, то дисперсии после будет меньше. То есть, как будто вещество защищается от такого вмешательства в нее. Вот это чем-то очень пересекается с опытом Юнга. Вот что это за явление такое? Откуда среда чувствует, что мы нажмем на кнопку и будем поглощать, из нее некий агент, при этом радиоактивность уменьшится, а дисперсия вырастет? И почему, я вам скажу больше, на альфа-распаде, при наших сейчас возможностях, мы такую дисперсию получить не смогли. При излучающем процессе. А здесь при поглощающем, но только перед ним. То есть, среда, она создает огромный информационный задел для того, чтобы его потом отдать. Это вот очень интересно. Мы назвали это явление эффектом предчувствия. Что это за явление? Вот мы его тоже обнаружили. Ну, собственно говоря, я и перехожу уже к заключению. Изложенные результаты необычные и требуют детальной проверки и серьезных исследований с целью настоящего моего повествования, как раз и... Как раз и... Все, спасибо. Спасибо, Александр Викторович. Ну, вот тут всего две руки. Я тут много вопросов поназадавал, но, пожалуйста, не стесняйтесь, поднимайте руки. И в течение некоторого времени Александр Викторович отвечает. Значит, вот, Юрий Кириллович, пожалуйста, Ваш вопрос. Так, у меня вопрос вот такой. Вы используете только один датчик для определения влияния. или еще несколько датчиков? И второй вопрос. Вот у Вас порог все это формирует, вернее, все это каким образом идет? Вы формируете порог, какое-то срабатывание, да? И выше этого порога, при превышении... Юрий Кириллович, давайте он на один вопрос ответит, потому что забудется, и аудитория забудет первый вопрос, и он забудет. Давайте на первый сначала. Сколько датчиков? Ну, датчики у нас разнообразные. Я же сказал, уже мы используем кварцевые резонаторы и по изменению добротности мы их тоже используем. Фотопластинки тоже до детектора. У меня есть одновременное измерение на несколькими датчиками, ну, хотя бы двумя там, да? Вот они должны зафиксировать вот один и тот же, в принципе, процесс. Практически мы постоянно двумя датчиками пользуемся. То есть это либо вот... Прилятными дунями такая получается. Да. Находится в зоне эксперимента кварцевый резонатор и находится в зоне эксперимента счетчик Геггера, либо полупромеховый детектор. Вот Си-8Б мы используем по рекомендации Сергеевича Пархомова. Этот датчик он фиксирует и бета, и альфа, и даже захватывает и рентгеновская насуга. Я имел в виду... Корреляция, Александр, пожалуйста, корреляция между датчиками есть? Вот суть вопроса. Конечно, конечно. Если мы регистрируем снижение дисперсии, мы обязательно регистрируем увеличение добротности и наоборот. Ну и второй вопрос у меня тогда. Вот вы формируете импульсы счета. Каким образом? То есть задаете у порог превышение над каким-то порогом заданным сигнала, и эти при превышении вы считаете как импульс. У вас так сделано или как? И скорость счета вот этих превышения порога, вот этих вот сигнала над порогом меряете, да? Да нет. Нет, вы импульсы как считаете? Как сформировали импульсы счета? Ну, при каждом попадании в счетчик радиоактивной частички возникает вот возникает счет. Попала частичка, возникло, ее посчитали. Набралось 18 таких попаданий, сработал компьютер, выдал время. Таким образом возникает временной ряд событий. Нет, вы же считаете вроде импульса на транзисторе вот МП-102. А, ну, если, если, смотря, о чем вы имеете речь? Если мы говорим про процесс радиоактивного распада, то таким образом? Нет, я имел в виду вот вы считаете на транзисторе, то есть шумы транзистора у вас есть, вы ставите какой-то порог устройства при превышении суммы флуктуации вот над этим порогом вы считаете как импульс. если мы используем флиттер-процесс, электрический флиттер-процесс, то это классический параметр частоты импульса в секунду. Но импульс формируете каким образом? У вас ведь должен импульс формироваться. То есть, я могу... Какой-то мультивибратор, который выдает какую-то частоту нестабилизированную. Нет, я могу уточнить, как это делалось. Но это такой хаотический сигнал шумовой, электрический. Если берем, допустим, моменты пересечения через ноль или через какой-то уровень, и вот эти пересечения считаются импульсом. Ну и получается что-то вроде того же, что и при регистрации радиоактивности. Примерно так вот делалось. То есть, пересечение нулевого уровня или все-таки пересечение порога? Я уже не помню, но порог какой-то близкий к нулю был, видимо, да. Потому что от порога зависит количество счетных. Конечно, если поднять порог высоко, вообще будет мало. Да, там вообще ноль будет, да. Я в этом плане спрашивал. Где-то около нуля. Ну, у меня все... Юрий Кириллович, у вас закончились вопросы? Да, все, да. Спасибо вам, значит, Сергей, Сергей Светков, пожалуйста, ваш вопрос. Александр Викторович, слышно меня? Да, да, слышу. Скажите мне, пожалуйста, я правильно понял, что вы не электромагнитное воздействие пытаетесь померить электромагнитными приборами? очень у вас плохо слышно. Еще раз повторяю вопрос. Правильно ли я понял, что вы не электромагнитное воздействие пытаетесь померить электромагнитными приборами? Мы чем занимаемся, мы не электромагнитное воздействие измеряем энтропийными процессами, а это как раз способ их обнаружения. То есть энтропия является детектором вот этих самых неэлектромагнитных процессов. Тогда следующий вопрос. Эту энтропию вы меряете электромагнитными приборами или чем? Если вы меня понять не можете? Я понимаю, почему. Это ответ совершенно очевиден. конечно же, а какими же другими? Конечно, мы можем иметь как вообще в принципе может быть с точки зрения здравого смысла? Все, что я могу сказать, что вещество способно на него реагировать. а следовательно мы можем электромагнитными способами это контролировать. Если бы это не электромагнитный есть, вероятно, в природе есть много взаимодействий, которые вещества... Сергей, смотрите, вы задали вопрос очень правильный, вы получили на него ответ. У вас будет возможность в конце уже потом, в конце доклада высказать свою точку зрения. Сейчас давайте дискуссию не будем затевать. Ответ получен, что электромагнитными приборами меряется. электромагнитными приборами меряется. Сергей, еще есть вопросы? Не надо. Алло, алло. Я к Сергею Цветкову обращаюсь. Есть еще вопросы? Я выключился, все, я понял. О, спасибо. Вопросы очень не в гровь, а в гладь, что называется. Молодец, спасибо. Так, вот Александр Павлович Никитин, пожалуйста, ваш вопрос. Александр Викторович, да, вы свой прибор или излучатель, или там генератор поднимали на высоту. Ну, ясно, что там гравитационный потенциал меньше на высоте и так далее. Но мой вопрос такой, вы в связи с этим не пробовали нагревать свой генератор? Может быть, какие-то изменения тоже наблюдаются при нагревании? Ну, при нагревании. Во-первых, температура, конечно, всегда плавает в зависимости от времени года. И мы как-то специально не обогреваем вот устройство, которое у нас запетонировано. И работали при отрицательных температурах, в Крыму они бывают, и при летнюю зной. Я, конечно, имел в виду более такую температуру на несколько сот градусов. Нет, это технически невозможно. Это же электрическая схема. Это электрические пробки. Как его нагревать? Ответ получен, Александр Павлович, ответ получен на ваш вопрос. Он очевиден. Это устройство огромного размера, и там это не какая-то там излучающая такая пылинка, которую можно нагреть до 1000 градусов. корреляции от погодных условий или от комнатной температуры и холодно не наблюдалось. Такого не было? Нет. Никакие температурные факторы на энтропию не влияют. На электромагнит безусловно. Можно сопротивление поменять, нагревая его. На энтропию как не влияет температура? Даже по формуле температура четвертой степени или какой-то? Конечно, конечно. Температура является фактором, изменяющим энтропию. Электромагнитный способ заменения энтропии. Это понятно. Но мы в данном случае работаем с нейтромагнитной и различные температурные факторы на работу генератора не влияют. Можно нагревать электрическую схему в рамках диапазона температур, который свойственен данной местности или данному помещению. Мы не обнаружили таких вещей. Я бы не сказал, настолько они велики. И даже они есть, я не могу на этот вопрос ответить. Ответ получен, что в пределах изменения температуры в комнате заметных каких-то влияний не обнаружено. Александр Павлович, есть еще вопрос? Нет, вы прервали. Ну, хотелось бы, конечно, да, вот такие понятия вы оперируете. Это, во-первых, информация и радиоактивное излучение, да, радиоактивность. Может быть, поясните нам немножко, что вы понимаете под радиоактивностью и информацией в связи с вашими экспериментами? Интенсивность процесса это радиоактивность. Радиоактивность. Мы имеем дело с радиоактивностью как с интенсивностью. Мы фактически меряем интенсивность процесса. Поэтому радиоактивность это что? Способность вещества нестабильного выбрасывать какие-то частицы в пространство, которые могут регистрироваться. Как меня учили в школе, в институте, так я это и понимаю. А, ну, какое-то излучение частиц вы понимаете под реактивностью, так? Да, какая-то случайная, какая-то случайная случайная события, когда нестабильный атом выбрасывает в каком-то направлении совершенно случайную частицу, этот белый шум называется, это совершенно процесс случайный, и поэтому вся масса веществе этих самых радиоактивных атомов, она обладает некой случайностью этой случайностью мы и работаем, каким-то образом эта случайность варьируется, даже не просто варьируется, а даже управляется и можно управлять вот этим хором независимых выбросов радиоактивных частиц пространства и можно управлять, либо их делать более организованными, либо делать более неорганизованными, то есть менять степень случайности событий. И еще вы все время говорите информации информации, что подразумевается под информацией в вашем эксперименте? Ну, с точки зрения теории информации, кибернетики, математическое выражение для энтропии, даже действие математическое выражение для информации взятым с обратным знакомым. Если энтропия уменьшается, информация увеличивается и наоборот. Мы просто используем эти термины как показатель чтобы перевести структурированность в понятный какой-то язык информационный и просто подразумеваем вот эти самые качели энтропийно-информационные. Меньше энтропии, больше информации. Меньше информации, больше энтропии. Если у вас вещество разорганизовано будет рост дисперсии, значит там информации меньше. Так нас тоже учили. Так мы это используем. Ничего нового мы здесь не привносим. Количество энтропии. В общем, да. Количество энтропии. Энтропия в общем-то и придумана и придумана Шеннон используется как мера как мера как некая мера рецептирования информации вещества. Я могу вставить вот Александр Павлович вот Александр Викторович вот смотрите Александр Павлович он привык к энтропии термодинамической энтропии или физической можно ее так назвать а люди которые с информатикой связаны они пользуются определениями энтропии статистической энтропии это логарифм количество минус логарифм количество состояний которое эта система имеет вот по Шеннону определение вот поэтому и кстати их можно связать друг с другом но это целая работа отдельная и сегодня Каравайкин говорит о статистической энтропии о статистической энтропии а не о физической поэтому температура там и прочие вещи в этом смысле на его эту самую энтропию не влияют потому что это просто количество состояний хотя конечно количество состояний зависит от температуры в том числе Александр Павлович у вас есть еще вопросы? спасибо спасибо значит Никитину за вопросы Васильев пожалуйста Сергей ваш вопрос Добрый день Александр Викторович спасибо за такой доклад очень интересный у меня вопрос вот какой когда вы выключаете свой генератор свой облучатель у вас остается то что называется фоном но это ведь то же самое но только это проявление воздействия самой природы вот в связи с этим спрашиваю не было ли длительных наблюдений фона в которых были замечены именно ваши обработки вашими методами вот замечены суточные циклы часовые циклы может быть двухчасовые циклы и так далее но этот вопрос должен Пархомов ответить у Пархомова нет вашей обработки у него есть у него даже самая обработка это его технология есть да конечно это его технология мы использовали его технологию ответ получен давайте без дискуссий то есть суточных и каких-то годовых циклов это это ж ноль это там даже панчелюга вот они этим не занимаются это другие группы людей здесь другая история совершенно так спасибо Василию за вопрос Егоров Евгений Иванович пожалуйста спасибо спасибо за доклад скажите пожалуйста вы контактируете поддерживаете связи с Ягановой институтом математики сибирского отделения они тоже так сказать Козыревское вот это направление времени исследуют мы с ними не сотрудничаем вот но с математиками мы сотрудничаем например с Филаретом мы у нас активно не учим конкретно имеются ввиду конкретно Яганову и ее группа ответ получен не работают Евгений еще есть вопросы спасибо вопросов нет так и последний вопрос это Сергей Михайлович Сергей пожалуйста Александр Викторович у меня такой простой вопрос по поводу методики а вот скажите пожалуйста повторяемость у вас какова вот вы скажем сделали эксперимент через полчаса вы его сможете повторить в настоящий момент повторяем абсолютно то есть в любое время дня ночи суток зимой летом у вас все получается всегда всегда сейчас всегда 20 лет назад когда работали неотраблодные структы вы называли некий эффект предчувствия да вот видимо эта сложная система она как-то должна предчувствовать ваше следующее воздействие на него реагировать поэтому логично чтобы следующий эксперимент но не получались система будет сопротивляться вашему воздействию неотраблодные я в основном это проявляется на альфа распаде с альфа распадом вообще очень мало работает в основном это и с бета распадом регистрирование вообще-то вот си 8b они способны альфа и бета вообще-то если мы используем красный гранит альфа там конечно присутствует я хочу сказать что почему-то вот этот физический вопрос почему-то если мы размещаем плутоний 239 и обучаем его возникают эти эффекты без плутоний 239 это не возникает относительно фона либо относительно красного гранита они не возникают и возникают очень-очень редко хорошо если у вас был отдельный какой-то источник радиоактивности тот же самый плутоний вы не могли бы поместить его просто в какую-то свинцовую коробочку и посмотреть будет тот же эффект или нет не приходило в голову если не будет если поместить плутоний в коробочку мы не получим от него информации что же мы будем регистрируем нет почему подождите вы его помещаете вместе с очечком Гейгера в этот скажем свинцовый домик и облучаете своим чудо-генератором который проникает через стены через пространство и время вот интересно будет он на него действовать в свинцовой коробочке или нет можно совершенно неописуемый количество экспериментов придумать все же их невозможно но это классика понимаете то что вы сейчас рассказывали у меня возникает очень большое подозрение что идет воздействие не на сам радиоактивный элемент а идет воздействие на счетчик и на электронику и все я уже сказал я уже сказал что мы помимо счетчиков используем еще и пластинки вот в тех моментах где у нас всплески имеют место мы вместе с счетчиком кладем еще фотопластинку или фотоплемку и смотрим засветку есть ли на эмульсии засветка если она есть значит импульс был то есть кроме электроники я иногда беру тоже такие же методы использую да и оказывается что те пленки которые продаются да они уже частично сами уже засвечены где-то поэтому здесь вера это особенно в данном случае у нас недалеко от нас находится Крымская астропедическая обсерватория Крам и у них очень хорошие фотопластинки астрономические они кстати вы сейчас им совершенно не нужны потому что все перешли на цифру остались у них классические фотокамеры и они не пользуются но фотопластинки у них очень высокого высочайшего качества естественно мы же проявляем их и в фоне просмотрим потом возьмет воздействие потом после воздействия опять кладем смотрим и вот именно засветка возникает именно в процессе работы генератора когда мы работаем с плесками что касается фактов что мы влияем на сам датчик или на не на датчик значит ну вот я могу перед эфиром обсуждали такие вещи дело в том что еще Пархумов предложил такой метод когда когда он где-то у себя в каких-то условиях прописывал какое-то радиоактивное вещество полтония 239 или полтония 60 у себя на аппаратуре потом на которую мы не влияли привозил к нам в лабораторию мы влияли не на аппаратуру а влияли на эти самые какие-то радиоактивные какую-то радиоактивность потом он опять уезжал и измерял изменения вот на независимой аппаратуре она тоже фиксировалась и есть работа соответствующая она у меня в перечне материала которые к моему докладу называется она метод исследования вот этих самых нейтромагитроинформационного взаимодействия там как раз вот этот метод приводится и скажу больше я вот даже сейчас могу если позволить ведущий я могу вам продемонстрировать у нас в качестве подсветки используется косточек красного гранита у нас был некий кусок гранита мы его раскололи пополам часть положили в фон а часть положили рядом с генератором многомесячно с ним работали потом значит их оба изъяли и отдали на анализ причем на прецизионный анализ спектрографом и вот есть таблицы прецизионных исследований этих образцов которые тоже работа есть описание и сами таблицы изменений есть в перечне литературы когда доклад в конце имеется то есть тоже подтверждает то что в общем-то это воздействие связано не на детектор а на само вещество тоже косвенно из показателей окей у меня еще один вопрос по вашему генератору не раскрывая скажем сути этого генератора вы какую мощность электрическую к нему подводите во время воздействия десятки микроампер нет я говорю про мощность ну если ток там ток десятки микроампер при напряжении мегавольт подводится при десятке вольт напряжение двадцать вольт вообще нечем то тебе вообще нечем то есть там если у вас уже есть возможность создать аналогичное устройство на другом принципе но даже это устройство мы работаем только на одном проценте того что может на одном проценте было бы знаете интересно вот скажем даже отдельный семинар посвятить рассказу о вашем генераторе его физических принципах чтобы пообсуждать что это подключил подключился поздно он говорил со мной когда я встречался с ним отдельно вот наш каравайкин наш докладчик сегодняшний что там есть некоторые элементы ну скажем так закрытости поэтому тут вот это область в которую он не хочет уходить глубоко вот так можно сказать ты же тоже по этим принципам живешь чего ты удивляешься ты же живешь на этих же принципах нет дело в том что я сам определяю степень закрытости что говорить можно а что нельзя ну да а у него ситуация государственные органы да а у Александра Викторовича там у него сложнее и я об этом специально говорил об этом спасибо Сергею Годину за очень толковые вопросы кое-что прояснившие нам вот действительно действительно методика разделения образца красного гранита на два образца который один который подвергается воздействию который второй который не подвергается и потом их исследования сравнительные он об этом говорил и это действительно очень хороший аргумент в пользу того что по крайней мере дело не не в датчике или не только в датчике вот друзья значит вопросов нет больше и уже можно начать выступать вот первую поднял руку паркомов но кроме него я надеюсь что еще кто-то сегодня выступит пожалуйста Александр Георгиевич пожалуйста так ну вот с Александром Викторовичем мы знакомы давно я посмотрел и мы вот он установил контакт со мной через интернет в конце 2002 года то есть ровно 20 лет как мы взаимодействовали с Александром Викторовичем но он предложил что он предложил значит посмотреть как его устройство влияет на радиоактивность ну я взял свою отработанную методику взял детектор положил зафиксировал на нем небольшой источник кубль 60 но он в основном бета-частицами работает когда рядом расположен вот и значит приехал к нему в лабораторию Вега и там мы стали делать эксперименты ну что можно было ожидать такого рода могу включить изображение да что можно было ожидать от такого рода экспериментов обычному значит человеку который много работал с радиоактивностями ну когда мы подносим значит какие-то предметы то возникает эффект альбедо то есть частицы рассеиваются идут обратно и увеличивают немножко скорость счета вот это можно было ожидать ну еще что ну например может быть Александр Викторович спрятал какой-то ременовскую трубку у себя опять-таки можно было ожидать какое-то увеличение скорости счета на самом деле я просто был совершенно изумлен обнаруженным эффектом то есть когда он включал свое устройство устройство это такая ну небольшая коробочка размером скажем с коробку для папирос и подключенную к маломощному источнику питания стандартному источнику питания там напряжение порядка 10 вольт вот и что обнаружилось обнаружилось совершенно невероятная вещь что скорость счета заметно не изменилась а изменился характер сигнала вот люди которые работают с радиоактивностью они знают что скорость счета она значит флуктуирует в соответствии с законом Пассона если подать сигнал скажем на динамик вот этих от этих импульсов неприятный скребущий звук вот эти люди знают это а тут получилось так что значит вот этот неприятный звук скребущий он превращался вот такой вот почти вот один такой равномерный тык 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 вот сразу это было видно на глазу но когда я приехал домой обработал результаты получилось что вот в те моменты когда было воздействие скорость счета ну менялась незначительно но средняя скорость счета стандартные стандартные значит отклонение результатов изменилось в пять раз можете представить стандартное отклонение сузилось в пять раз такого вы можете посмотреть это описаны эти первые эксперименты ну сначала мы довольно плотно работали потом после того как ему я ему изготовил комплект аппаратуры он стал работать один мы иногда с ним тоже встречались контактировали по разным поводам вот но в основном все что он все его результаты это уже он получил совершенно самостоятельно но само по себе уменьшение разброса результатов это конечно результат удивительный это как бы какие-то распады вроде бы в каких-то случаях подтормаживаются в каких-то случаях ускоряются это себе вообразить невозможно или детектор начинает с каким-то запозданием регистрировать или наоборот как-то ускоряется вот так в голове это совершенно никак не может уложиться но это ладно вот то что то что вот разброс результатов не мешается но наблюдается еще и противоположный эффект когда значит разброс результатов резко увеличивается казалось бы радиоактивность это уже максимальный хаос что еще может быть больше а тут хаотичность возрастает но потом вот стало понятно почему это делается вот и Александр Викторович демонстрировал эти вещи то есть значит оказывается дело в том что в какие-то моменты просто регистрация полностью прекращается потом обновляется потом опять прекращается и вот это беспорядочно происходит и в связи с этим возрастает резко возрастает вот эта хаотичность дисперсия Александр Викторович использует понятие дисперсии потому что на этом здесь намного ярче эти эффекты видны ну все эти эффекты видны конечно если использовать понятие привычное тем кто работает с радиоактивностью понятие стандартного отклонения то же самое получается что интересно значит вот это это эти эффекты наблюдаются не только на бета источники на гамма источники на альфа источники они они видны если значит исследуется электрический шум вот с шумом транзистора мы делали эксперименты то есть вот это это как-то видимо связано совершенно не связано с вот с типом вот источника вот этих флуктуаций а связано с чем-то значительно более общим так ну что еще сказать ну надо сказать что Александр Викторович далеко не обо всем рассказал чем он занимался он изучал еще влияние вот этих вот генераторов скажем на кровь изучал влияние на химические источники тока что интересно он получалось так что вот обычно источники тока они предоставленные сами себе разряжаются а под действием вот генератора Александра Викторович они наоборот они начинаются как бы восстанавливаться химические источники тока которые были израсходованы очень много можно было бы сказать вот ну что что являет что касается объяснений которые дает Александр Викторович то что он пишет в своих книгах но я не знаю у меня в голове просто это как-то не укладывается но может кто-то может с этим разобраться лучше но в всяком случае это я воспринимаю это как чудо которое которое я лично объяснить не могу вот что касается гравитации не знаю гравитации можно было бы заметить другими детекторами например скутильными весами чтобы чтобы что-то значит гравитацию чтобы от гравитации какие-то эффекты были такого типа ну была очень сильная наверное гравитация я думаю здесь скорее скорее нам надо вернуться вот к тому с чего Александр Викторович начал вернуться к Козыреву Козырев говорил о эффектах времени что время обладает определенными свойствами что оно может где локально как-то ускоряться замедляться какая-то у времени есть свойство насыщенности то есть оно более жидкое более какое-то густое время вот может быть скорее вот с этим я думаю связано потому что если воздействие происходит на очень на очень разные детекторы на очень разные системы а что у нас есть такое в природе что вообще проявляется везде вот это есть время время мне кажется вот это возможно связано с тем что эффекты времени мы наблюдаем вот ну что печально и что очень значит мешает научной общественности воспринять эти волшебные эти чудесные эффекты вот то что Александр Викторович не может раскрыть устройство своего детектора потому что пока пока нет независимого независимых проверки независимого независимое чтобы кто-то совершенно независимо изготовил эти детекторы проверил все эти результаты в соответствии с научными критериями это не может быть призвано научным результатом ну вот я не знаю это вот длится десятилетиями сколько это может длиться обычно вообще порог время секретности оно измеряется максимально пятидесяти годами наверное скоро 50 лет исполнится Таня Викторович раскроешь устройство своей волшебной палочки ну пожалуй все спасибо Александр Георгиевич ну да тут последнее замечание о том что что безусловно является общим у всех процессов это время пожалуй это самое такое важное замечание сегодняшнего вот комментатора Юрий Кирилл пожалуйста ваш комментарий ну я сам давно занимаюсь шумами ну почти полжизни наверное шумы и флуктуации как диагностическая информация ну действительно число степеней шума очень много это полоса частот умножен на диапазон нам плиток получается вот это логарифм вот эта площадь есть количества информации и вот значит если говорить о самих шумах почему эта система очень чувствительная к любому возмущению влиянию чувствует потому что современное представление шумов это иерархия шумов вот макрошумы макрофлуктурации потом микрофлуктурации и шумы на квантово-механическом уровне они между собой через нелинейные взаимодействия связаны поэтому вот квантово-механический шум проявляется вот в микрошумах опосредованно вот за счет нелинейного взаимодействия этих разного уровня шумов поэтому раз это так то система очень чувствительна к любому воздействию на квантово-механическую систему так и на микроуровне так и на макроуровне поэтому как дегнатический аппарат шумы действительно сами по себе обладая высокой энтропией любое воздействие приводит к изменению конечно энтропии число степеней свободы может меняться а может наоборот повышаться и важно как иметь но здесь все на это все влияет на вот этот шум поэтому вытащить нужную информацию вот из этого будем говорить шума это очень значит сложно бывает эффект эффект закрывается вот этим шумами которые более высокого уровня это второе и третье наконец вот насчет времени сказал Александр Григорьевич да это совершенно правильно потому что шумы это частота f степени минус альфа спектр специальная плотность вот то есть это дробный дробный показатель значит частоты если время взять обратную величину это время будет то т в степени будет альфа то есть это в принципе время дробное то есть оно не линейное как бы время то есть есть время дробное или фрактальное говорят есть дробная частота соответственно они связаны поэтому здесь течение времени для этих процессов оно фрактально то есть подчиняется дробным степенным законам вот а что является источником дробовых шумов если говорить так как о фракталах фрактальном шуме фрактальном пространстве то неоднородные объекты фрактальной природы являются как раз источниками вот таких дробовых шумов, сурикероподобных шумов, дробной степенной зависимости от частоты. Поэтому здесь фундаментальная есть связь иерархии шумов от квантового уровня до верхнего самого уровня, есть иерархии вот пространства и времени, которые тоже дают, вот как раз описывается фрактальными вот этими законами частота степени дробной величины. Это дробное интегрирование, по сути, происходит. Дробное дифференцирование, ну, есть в данном случае дробное интегрирование. Вот, пожалуй, все, что хотел сказать. Спасибо. Спасибо Юрию Крилчу за поддерживающие, в принципе, замечания, выступления. Это очень тонкий инструмент. Да, это тонкий инструмент. Об этом еще я, может быть, тоже скажу. Сергей Михайлович, пожалуйста. Да, я тоже про тонкий инструмент, немного про историю и про методологию. Где-то лет 35 назад, в свою бытность, находясь в институте высоких температур, ну, вот, мы проводили подобные эксперименты, но в качестве участвительного элемента использовалась вода, и измерялась индикаториса рассеяния лазерного излучения в воде. Приносили техномагические устройства, будем так их называть, авторы. Ну, в том числе и Акимов приходил со своими торсионными генераторами, и они все, вы знаете, прекрасно показывали эффект. Да. Но что оказалось? Они прекрасно показывали эффект только в руках авторов. Когда авторы уходили, мы независимо проверяли эти устройства, и практически они не работали. Было, правда, одно устройство из стула, которое работало, но, скажем, оно было на других принципах. Вот сейчас, в современной терминологии, я могу сказать, что оно, видимо, было основано на темном водороде, на работе темного водорода. Оно действительно без автора оказывало воздействие на наши регистрирующие приборы. Вот. Поэтому, если проводить эти эксперименты честно, то нужно и проводить слепым способом, без участия автора. И чтобы эксперименты были полностью автоматизированы. Только тогда можно получить более-менее объективную информацию. Вот. У меня есть очень большое подозрение, что каким-то образом задействован здесь человек. Потому что человек тоже достаточно мощная энергетическая машина, он тоже участвует в энергоинформационном обмене и может влиять на эти процессы. Вот такое мое короткое замечание. Спасибо, Сергей Михайлович. И, наверное, на последнее выступление, ну, может быть, я пару слов скажу. Сергей Васильевич, пожалуйста. Сейчас, сейчас, меня видно, видно более-менее. Так, я вот хочу сказать, что радиоактивное как раз излучение, его изменения изучал вот Шноль Симон Эльевич и длительное очень время. Он использовал другие параметры, он использовал форму гистограмм. Но форма гистограмм, она связана, конечно, и с дисперсиями, которые вот строит Александр Викторович. Поэтому я думаю, что они изучали явления одного и того же типа. А для чего это нужно? Ведь они же тоже много думали, почему это происходит. И причина может быть одна и та же. И в тех явлениях, и у Александра Ивановича, Викторовича, извините. Вот. Но Шноль догадался до чего? Что это безэнергетическое воздействие, некое неэлектромагнитное, просто безэнергетическое. И что это является следствием изменения пространства-времени. Он сделал такой вывод на основании того, что одинаково изменяется форма гистограмм у процессов самой разной природы, которые по энергонасыщенности отличаются на 40 порядков. То есть, что энергия здесь ни при чем, а вот пространство-время может быть изменяется. Идея о том, что именно время, замешанное в этих явлениях, содержится и у Козырева. Но у Козырева это по другой причине привлекается. Ему нужно было как-то придумать, как это так, и излучение звезд и планет превышает скорость света и позволяет определять истинное положение. Вот. Он для этого придумал изменение плотности времени, которое мгновенно, одновременно изменяется во всех точках Вселенной. Стало быть, скорость света, разумеется, превышает. Но что при этом она, энергия засасывается как бы в плотность времени и в любом месте пространство может быть выделено за счет изменения плотности времени. Но вот этот вынужденный у него подход, он о безэнергетических полях ничего не говорил, он вот так хотел объяснить превышение скорости света, когда наблюдали, определяли истинное положение звезд и планет с помощью мощных телескопов. Но в последнее время выяснилось, что такие же воздействия наблюдаются без всяких телескопов, которые усиливают в миллионы раз сигнал. И тогда, если бы плотность времени могла действительно переносить нужную энергию для изменения процесса на Земле без всяких телескопов, тогда энергия, излучаемая звездой, например, должна была бы в миллионы, в миллиарды раз превышать его балометрическую светимость, то есть полную его энергию излучения. Это, конечно, маловероятно. Поэтому, к сожалению, вот эта идея Козырева здесь не проходит. А вот идея, что изменяется как с пространства-время, это может быть. А есть еще одно объяснение. Дело в том, что вот явление, которое Шноль изучал и которое Козырев изучал, это, так сказать, космические воздействия, и в том числе планет, звезд и так далее, их можно объяснить просто существованием действительно безэнергетических полей, которые тоже есть, кроме электромагнитных и гравитационных, у всех объектов и у звезд, и у планет. Вот разные объяснения. Сам я склоняюсь к последнему. Но в последнем там самый главный, каков механизм безэнергетического воздействия. Этот механизм пока не определен. Все, спасибо. Спасибо за комментарий. И последний комментарий. Почелега, Виктор, пожалуйста. Я хотел бы сказать несколько слов, вот чисто таких методических, так как, скажем, тот же радиоактивный распад мы измеряем каждый день. И вот в этих временных рядах радиоактивного распада можно найти вообще практически все то, что сегодня показывалось или вот печаталось. То есть вот обращают внимание, что все графики очень локальны. То есть показывается маленький кусочек, и вот что до, что после, ну как-то очень мало. То есть вот на будущем, может быть, стоило бы сделать некую серию там из десяти воздействий подряд и показать, было бы сразу видна и повторяемость, и что этот эффект вот как-то он все-таки задается. Потому что вот так вот локально там даже вот эти чудесные участки, где дисперсия вдруг уменьшается, это, поверьте, вот совершенно нетрудно найти. Вот вы идете вдоль ряда и там находите самое интересное. Возможно, это чему-то соответствует каким-то природным влияниям, но на это все есть без всяких генераторов. Потом обращают на себя внимание, вот там, где вроде как источник выключается, вот это вот, то есть если у вас исчезает излучение, у вас должны быть нулевые значения. То есть то, что сегодня показывалось, это похоже просто на дырку в записи, то есть где ничего нет. Это вот как-то тоже, наверное, автору стоит обратить внимание, потому что, ну, так не бывает. То есть у вас нет излучения, ваш детектор показывает нулевые значения. Вот они должны быть. Ну и, может быть, последнее, что так немножко резало слух, когда говорится об энтропии атома, но это звучит приблизительно как температура единичной частицы. То есть, ну, это принципиально статистические параметры, нельзя говорить вот об энтропии, температуре, ну, или информации в таком термодинамическом смысле единичной частицы. Это непонятно, что за этим стоит. Спасибо. Виктор, спасибо. Ну, тут дискуссию не хочется затевать, но я в защиту Александра Викторовича скажу, что некоторые замечания, панчелюги, вот они тоже, так сказать, их тоже можно подвергнуть очень-очень острой критике. Ну, например, он ведь в определенное время включает, в определенное время выключает, и ты в своих рядах в этот момент ничего не найдешь. Это поэтому замечание совсем справедливое. Спасибо, тем не менее, Виктору. Александр Георгиевич, ну вот еще что-то хочешь сказать? Давай, Саша, пожалуйста. Ага, я вот еще что хочу сказать, что вот подобный эффект наблюдался вот в очень таком интересном случае, который, может быть, и как-то прольет свет на то, что происходит. Я где-то в интернете обнаружил, что вот какие-то влияния на скорость, на счет, на измерение радиоактивности влияют листья живых растений. Ну, я посмотрел, взял, значит, детектор, взял, значит, источник и между ними разместил лист растений. И действительно, стандартное отклонение значительно снизилось в несколько раз при этом. А если положить, ну, при этом, конечно, скорость счета тоже средняя падала, но стандартное отклонение становилось значительно меньше, чем то, которое должно было бы быть, если бы просто шла. Ну, это моделировалось легко вместо растения, просто такой же, с таким же ослаблением, значит, мы брали бумагу, клали, и там все было нормально, все как по науке, все ширина распределения была точно такой же, как должно быть по пуассону. Вот такой вот интересный, значит, результат получился. Да, и этот результат был подтвержден в физтехе перевозчиком, и своим студентом этот результат попытался, этот эксперимент попытался сделать, и у него тоже самое получилось. Вот такой вот удивительный результат с живым растением. Спасибо. Саша, можно вопрос? А неживой лист не пробовал? Неживой лист? Ну, вот мы в качестве, значит, контрэксперимента брали лист бумаги. Неживой лист, а вот что, да, вот тот же лист, но увязший, он уже не давал эффекта, действительно, вот это мы делали. Вот, 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 ну, все, тогда понятно. Тогда мне все понятно. Спасибо. У нас есть статья импеданса, иммерение импеданса, как лист умирает. Вот свидетельство проведено, я вам могу прислать, если вам интересно. Постепенно по меру умирания записывалась вот импеданс, то есть сопротивление будем говорить. Сопротивление, да, ну, это тоже очень интересно. Там тоже интересные процессы были, сопротивление у нас. Вот в моей книжке можешь все это прочитать. Ну, ладно, спасибо. Спасибо Пархомову за еще дополнительное замечание. Ну, давайте в конце я пару слов скажу. Смотрите, каким-то, вот, каким-то неведомым образом дискуссия, которую я пытался своей, вот, там, минут, наверное, 6-7 что-то говорил в самом начале, все равно опять ушла в конце, вот, особенно в конце дискуссия ушла в сторону, вот, анализа каких-то, ну, я не знаю, так, я бы сказал так, эфирно-чудесных явлений. Вот так я бы сказал. Вот от физики мы ушли в эфирно-чудесную область. И, ну, вот это немножко удручает, потому что мне хотелось, чтобы вот мы поняли, что мы сталкиваемся с явлением, имеющим четкую физическую природу. И вот эти вот игры с информатикой, там, с вещами, которые вот не физичны, то есть не имеют энергии, по сути дела. Энергия не является параметром этих процессов. Вот это все, в конце концов, только затуманивает и усложняет. Но, к сожалению, вот дискуссия пошла так, как она пошла. Я еще раз напоминаю, что мы, мы, вот, лаборатории Инлис и многие другие лаборатории уже теперь у нас есть подтверждение, зарегистрировали очень простую и понятную вещь, что от источника излучения любого мощной энергии, порядка там МЭВов и порядка вот 100 КОВ, то, что мы делали с Америцией, и там с Кобальтом, порядка 600 КОВ, вот, это все, это все следствие некоторого физического процесса, как нам кажется, как мне, например, кажется, с изменением свойства среды, которые в лабораториях образуются. Причем не только объемные, но и поверхностные свойства. На детекторах осаждается, на образцах, на поверхностях в первую очередь осаждается и на всем вообще том, на материальном веществе. В первую очередь на поверхностях, но и также в объемах. Но вот этого сегодня, к сожалению, от этой дискуссии мы ушли и пришли опять вот к эфиру, и это все запутывает, по сути дела. Вот, теперь, значит, я хотел, вот, что, что я считаю очень важным сегодня, вот для меня лично, значит, смотрите, о том, что иногда данные пропадают. Мы это тоже самое регистрировали. Я об этом, вот, я уже говорил, что мы три раза выступали в этом году и с похожими какими-то докладами мы пропадение этого самого излучения рентгеновского регистрировали так же. Поэтому это отнюдь не вот как там, ну, скажем, вот сегодня было замечание от Година, что это там что-то такое сломалось у вас там и так далее. Нет, это действительно почему-то прекращается, не достигает, скажем так, радиационные потоки от источника, не достигают датчика каким-то непостижимым образом. Ну, в чем тут смысл? Ну, вот у нас есть какая-то теория, сейчас не буду загармождать вас. Это действительно опытный факт. И вот, к сожалению, Климова нет сегодня. Вот опять он вторую среду, опять отсутствует. По объективным причинам там к нему приезжают какие-то люди важные, которыми он вынужден встречаться. Но вот какой эксперимент, значит, он сейчас демонстрирует всем желающим. У него есть, ну, по сути дела, можно сказать, дозиметр. Вот он на этот дозиметр ставит очень маломощный, ну, по сути дела, урановый источник, очень маломощный, который там какую-то активность показывает, вот дозиметр показывает некоторую активность, сильно отличающуюся от фоновой. И вот он берет вот эту вот слепленную пару, дозиметр плюс вот этот небольшой источник, подносит к своему реактору, и там полностью пропадают сигналы на дозиметре. Вот отнесет на метр в сторону, у него сигналы есть. А вот поднес сюда, сигналов нет. Вот этот эксперимент, вот Баранов Дмитрий Сергеевич, он сейчас здесь присутствует, он мне рассказал, этот эксперимент возник в результате дискуссии с Климовым, и он просто, ну, как бы подтверждает вот то, о чем мы говорим, что некая среда возникает, которая, значит, вот мешает распространению гамма-излучения. Я это назвал, я напомню, тушение гамма-сигналов. Тушение гамма-сигналов в лабораториях. Это третье, четвертое свойство, четвертое, вот, четвертое свойство, вот я себя выведу, четвертое свойство по сравнению, еще раз напомню, с трансмутацией, с выделением энергии, с образованием неизвестных частиц и тушение гамма-квантов. Вот это вот четвертое свойство, на которое мы вот все, наконец-то, наткнулись, и, ну, оно одно из свойств процессов, которые мы изучаем, и об этом сегодня шла речь, но она потом почему-то превратилась вот в анализ опять вот это эфирно-эфирно-каких-то чудесных процессов. Вот чего я, ну, пока я не понял, но мне очень сложно на этом языке говорить. Но я все-таки еще хочу сказать вот о чем. Смотрите, извините, ну, заканчиваю уже. Смотрите, вот я вспоминаю, например, как, это почитать можно легко в любой толковой книжке, как развивалось радиодело. Вот, ну, первым изобретателем радио, на мой взгляд, является Герц, Генрих Герц. Вот он, по сути дела, у себя на столе вел передачу радиосигнала от своего вибратора на одном конце стола до приемника, который располагался на другом конце стола. Спрашивается, вот в начале, скажем, ну, это было в конце, там, 90-е годы, 90-е годы, вот, 19 века. Вот в начале 20 века какие приемники использовали в основном при передаче радиосигналов? Вот на озере, там, где-то Попов что-то делал. Что у него было приемником? Приемником у него была такая штука, называлась Когерер. Это, значит, это стеклянная трубочка, заполненная металлическими опилочками, и когда это, значит, вот эти опилочки попадали в среду электромагнитного сигнала, они там структурировались и начинали хорошо проводить электрический ток. В результате там замыкался, как бы, некоторый контур, и колокольчик звонил. Обращаю внимание, что вот на начальном этапе радиодела вот такие примитивные методы регистрации. На мой взгляд, вот то, что мы сегодня слушали, это есть, ну, некоторые методы, ну, грубо говоря, создания Когерера, понимаете, вот регистрации распространения некоторого сигнала, которые очень и очень напоминают тому, что было 100 лет назад с обычным радиоделом. А во что это радиодело превратилось сейчас, мы видим. Вот мы можем, сидя там, один там в Лос-Анджелесе, второй в Москве, третий там во Владивостоке, и мы все друг друга видим и слышим и прекрасно общаемся. Такое дело произошло за 100 лет. Таким образом, вот то, о чем мы сегодня слушали, возможно, со временем разовьется во что-то более серьезное. Друзья, я закончил на этом, и у меня есть еще некоторое, ну, как бы, объявление. У нас, это был предпоследний семинар, у нас будет семинар 28-го, сейчас я смотрю на календарь, да, 28-го декабря 2022 года, на котором мы попробуем подвести, ну, какие-то итоги года 22-го, где самые какие-то интересные забойные вещи, о которых хотелось бы нам поговорить, мы, ну, отберем некоторым коллективам и пригласим авторов, и они нам об этом расскажут, и, может быть, мы даже об этом подискутируем. Поэтому, мне кажется, 28-го декабря будет очень и очень интересное заключительное заседание. Друзья, на этом я заканчиваю. Может, Александр Викторович хочет сказать что-нибудь? А, да, извиняюсь, да, Александр Викторович, извините, я же обещал вам слово дать, вам слово, да, вам слово. Я хотел бы сказать, ну, во-первых, рассказать про возможные перспективы, что я вот и не успел, я сейчас сказал, Танцент Викторович сказал, что не все мне удалось успеть сказать. Во-первых, что, каково я назовусь, меня спросят, какова главная причина, вот, скажем так, главный фактор, мешающий проведению наших исследований, я скажу, что это вирусы. Потому что вот после каждого такого интенсивного процесса практически у всего коллектива нашего возникала какая-то вирусная активность. Либо это нефтевит, либо это вирусная активность во рту. У нас даже в сотрудниках нет серьезных вирусов с инфекциями, гепатита, например, потому что вот все эти вирусные вирусы, они просто вот это множатся на фоне вот этих наших полей. То есть это можно сделать вот о том, что вирусы веруют информационную структуру, и, может быть, потому и классическая наука не обладает никакими механизмами влияния на них, потому что они питаются именно вот этой энтропией, не электромагнитной. Поэтому сначала надо было нам научиться, не случайно, вот мы создали институт, который был, существовал, который назывался «Кибернетическая медицина», где работали специалисты, частный институт финансировался, там были частные инвесторы, и вот там мы пытались обнаружить, а каким образом можно вот этот фактор уничтожить. Прежде чем мы не убрали этот фактор и смогли дальше работать, поэтому одно из перспективных направлений тут как раз вот работают с подавлением вирусной активности. К сожалению, я вот вам беседовал неоднократно с институтом вирусологии, даже с руководством его приводил данные, заседание мы проводили. К сожалению, значит, там было сказано, что они вот химии, биохимики, работают с химическими процессами, а с физически их не интересуют, отказались отручивать. Поэтому одно из направлений – это как раз вот подавление вирусной активности. Это очень важно. Другую интереснейшую тему – это, конечно же, изменение свойств носителей заряда. Вот долго мы исследовали возможность, каким образом вот это можно использовать для получения ЭДС, то есть для фактически нового способа получения электричества. И вот работа есть в этом направлении, которая прикреплена к моему докладу, она называется «Использование генераторных систем для получения источников ЭДС». Они все нацелены на более активные свойства носителей заряда. Электроны изменяют свою активность. И очень хорошо это проявляется в реверсном явлении, которое мы обнаружили. Что это за явление? Если имеется простой химический источник тока, элементарный, на постоянном токе имеется какой-то ток, если этот ток проходит по простейшей электрической цепи, которая включает в себя какую-то болванку металлическую с измененными свойствами, которыми мы отлучаем, оказывается, что ток, попадая в эту болванку, он не идет дальше, скажем, на источник ЭДС и разряжая его, а возвращается обратно на источник ЭДС, то есть напряжение в нем выше, чем на источнике питания. Вот это мы это явление назвали реверсным эффектом. Это фактически новый способ получения электричества. Его можно продемонстрировать. Нарушаются все законы классической физики. Значит, первое и второе правило Киргофа, закон Ома, закон сохранения энергии, не работает ничего в этом устройстве. Оно элементарно. Там несколько всего лишь элементов, химический источник тока, изменительные приборы, несколько диодов и вот это измененное вещество. Настолько все очевидно, что это тоже одно из направлений, которое может рассматриваться как новый источник получения электричества. А вот это явление объясняется только одним. Изменим свойства носителей заряда. То, что вот этот так называемый закон сохранения заряда, он здесь не работает, он не универсален. Это частный случай. В условиях нашей Земли, практически наша Земля формирует некий фон, который обусловлен в том числе и формированием вот этих зарядов электронов. Если его изменить, то меняется вся классика электродинамических процессов. И это мы можем продемонстрировать на любом лабораторном столе. Это тоже очень важно. И такая технология уже получена. Другим направлением очень важным. Это, скажем, холодные технологии трансплутации ядер и холодный синтез. Если мы управляем распадом, то мы должны управлять и синтезом. Это совершенно очевидно. К большому сожалению, вот все мои предложения на целях уважаемого Пархомова на сотрудничество с лабораторией, связанное с использованием этой технологии на синтез, они хоть и находят понимание, но мотивируют это тем, что это что-то непонятное. Им надо разобраться, научиться управлять этим процессом электромагнитными понятными средствами. Ну, не знаю, насколько это прошло, с моим предоставлением, прошли годы, не 20 лет, как мы сотрудничаем с ним, может быть, лет 5. Не знаю, насколько они продвинулись в этом направлении. Но, опять-таки, мое предложение остается в силе. И если есть у кого-то заинтересованный, я обращался и к Затерепину Николаевичу с такой просьбой, может быть, помогут мне найти, если Пархомов отказывается, может, помогут мне найти такого специалиста, кто работает с никелеводородными генераторами, чтобы мы... Тут есть два пути. Либо влиять на топливо, никель, соответствующим образом, либо на сам работающий генератор, реактор. Тоже очень интересное направление. Подчеркну еще раз, если есть воздействие на длинный распад, если есть структурирующий воздействие на самую ядро, как это не смешно звучит, то оно должно проявляться и при распаде. Не только при распаде, но и при синтезе. Поэтому применение этой технологии на синтез, тем более на развивающееся направление, оно, мне кажется, назрело. Тем более, что я посмотрел последнюю конференцию по синтезу, которая совсем давно пошла, мне кажется, никаких природных работ нет. А то, что американцы называют тяжелым электричеством, кто его знает? Может, это тот самый электричество, с которым мы работаем, но мы не имеем аппаратуру взвесить его. Мы можем только судить по нему, скажем, по электрическим полям. Вот по магнитным полям, которые эти токи, новые токи с измененным электричеством показывают, это в силах такой лаборатории, как наша, масса, мы не можем измерять. Но, вероятно, это вполне возможно одно и то же. Поэтому я хочу сказать, что не вижу я больших серьезных прорывных работ по синтезу последние годы. Может быть, показатель того, что невозможность управления именно электромагнитным спектром, а может быть, это еще один повод того, чтобы рассмотреть не электромагнитный спектр, а как управляющий этим явлением. И хотел бы заинтересовать, один из поводов моего пригода сюда, это заинтересовать потенциальных исследователей в этой области, чтобы они рассмотрели эту возможность, возможность сотрудничать. Ну, то, что я хотел закончить. Спасибо, Александр Викторович. Действительно, Александр Викторович обращался с этим вопросом. Ну, грубо говоря, так вот из наукообразных слов, если в человеческие превратить слова, то он предлагает, давайте мы облучим нашим прибором ваш какой-то, ну, например, порошок никеля, например. Вот, и вы на нем будете работать и посмотрите, какова будет коп-то, вот этот наш любимый. Или облучил этим вот прибором водород, которым мы там насыщаем этот никель, и посмотреть, а каков получится коп. Вот, ну и другие варианты тут могут быть. Это очень интересное направление, и мы так немножко с ним этого коснулись, вопроса, и я, в принципе, это поддерживаю. Единственное, конечно, вот сегодня эти прозвучали слова о том, что нужны какие-то объективные приборы, а вот не приборы, которые об этом вот Годин, в частности, говорил, которые привязаны к экспериментатору очень сильно, который тоже является элементом этого прибора, на самом деле. А прибор этот, я могу сказать, вот из слов, которые сегодня были, ясно, как выглядит. Это очень высокочастотный генератор, на самом деле, вот. Поэтому маломощный высокочастотный генератор, скорее всего, вот. И это очень правильное направление. Александр Викторович, мы найдем какие-то методы взаимодействия. Я вижу опыт у вас инженерный, да и научный в том числе, огромный в это, и он не должен пропасть, его надо как-то использовать. Друзья, спасибо всем. Сегодня было очень интересно. Народа было не так много, меньше 40 человек, но, тем не менее, самые основные квалифицированные люди у нас сегодня были. Спасибо всем за участие. И до следующего вебинара 28 декабря этого года. Спасибо. Спасибо.